Глава десятая. За рубежом и на родине. Старицы мира. С юных лет Достоевский мечтал о путешествии по Европе. Романы Анны Радклев уже в детстве пробуждают его смутные влечения в Италию. В сороковых годах он мечтает уединиться как Гоголь на несколько лет в Риме для написания большого романа. Но волею судеб он попадает на целое десятилетие в Сибирь. Осуществить свою мечту и повидать города Европы с их чудесами. Достоевскому удалось только в 1862 году и то в чрезвычайно быстрых темпах. За каких-нибудь два с половиной месяца промелькнули Берлин, Дрэгден, Висбаден, Баден-Баден, Кельн, Париж, Лондон, Люцерн, Дюстельдорф, Женева, Гена, Ливорна, Флоренция, Милан, Венеция и Вена. Достоевский путешествовал необычайно, как все, что он делал. Он не осматривал знаменитые исторические памятники, за редкими исключениями, и не любовался прославленными пейзажами, а интересовался только толпой, населением, типами. Ему важно было схватить общее впечатление уличной жизни, рассказывает сопровождавший его в путешествии по Италии, страхов. При первой же их встрече в Женеве писатель горячо стал объяснять своему спутнику, что презирает обыкновенную казенную манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места. Он только всматривался в людей и много читал. Европа глубоко разочаровала Достоевского. Во времени 1863 года Достоевский напечатал фильетон «За все лето» или листки из путевого журнала по Германии, Италии и Англии «Зимние заметки о летних впечатлениях». Обычным восторженным описанием достопримечательностей старой Европы Достоевский противопоставляет ее темные и страшные явления. Традиционным пейзажем и портретом знаменитостей — трагедию большого города с его разгульной, порочной, одурманенной толпой. По социальному звучанию это одно из самых передовых произведений Достоевского, где критика буржуазного мира и горестная хатира на его волчьи нравы, отмеченная настоящим антикапиталистическим пафосом, хотя путей к борьбе автор и не указывает. По жанру это городские гравюры, приобретающие в некоторых зарисовках Лондона тот беспощадно жестокий и беспросветно мрачный колорит, который Ван Гог придал знаменитой прогулке лондонских заключенных на дне тюремного дворика-колодца. Достоевский заочно знал и любил город Бальзака, Гюго и Сю — Париж. Он чтил традиции великой буржуазной французской революции и, попав впервые на ее арену, сейчас же вспомнил речи вождей национального собрания, конвента и клубов вместе со знаменитым афоризмом Аббата Сиеса о будущем всемогуществе третьего сословия. Он приводит в своих заметках увековеченной историей лозунг восставших горожан, перерожденный в девиз республиканской Франции «Свобода, равенство и братство». Свой очерк Парижа Достоевский строит на резкой антитезе. Под юну героической буржуазии 1789 года он противопоставляет упадок современных мещан. Передовые борцы с феодальным строем стали эксплуататорами бедняков. Выработался новый катехизис парижанина — накопить денежки и завести как можно больше вещей. Только этим можно обеспечить политическое спокойствие, то есть дальнейшее полновластное господство собственников. Отсюда их страсть к эффектному красноречию во всех общественных делах. На смену знаменитым ораторам Жеронды и Горы пришли благонамеренные депутаты Второй империи, докладчики, юристы, чичероны. Достоевскому пришлось слышать на каком-то громком судебном процессе первого адвоката Франции Жюля Фавра, будущего главу Временного правительства 1870 года. Это был краснобай возвышенного и патетического стиля, исполненного мелодраматизма и чувствительности. Достоевский отлично передает особую приподнятую манеру этого мастера французской трибуны, удачно пародируя его метафорический и напевный слог. Вскоре он услышал такой же патетический монолог из уст старого инвалида, показывавшего иностранному туристу знаменитые дробницы Пантуона. Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом все можно опошлить. Так фальшивым великодушием опошлили бессмертный французский театр времен Мольера, Рассина и Корнеля, этих любимцев Достоевского с юных лет. Последняя муза трагедии «Великая Рошель», так она названа в «Бесах», скончалась. На сцене национальной драмы господствуют водевили и мелодрамы. Над фабулой пьес реют принципы всепобедного буржуа — разбогатеть и поразить мир своим бескорыстием и высоким слогом. Вот перед рампой бедный юноша Гюстав, влюбленный в госприданницу Сесиль. Она неожиданно получает миллион. Но Гюстав гордо и презрительно отвергает миллионы. Зачем? Уж так нужно для красноречия. Но вот вырывается мадам Бопре, банкирша. Она объявляет, что Сесиль сейчас умрет от любви к нему. Гюстав подбирает миллионы, идет к Сесиль и совокупляется с нею. Банкирша едет в свое поместье, в Бопре торжествует. Такой меткой и острой сатирой на ходовой репертуар «Сарду», «Ожье», «Скриба», «Дюма» завершает Достоевский этот обзор того страшного мира, где не знает любви. А брак, большей частью, есть бракосочетание капиталов. Достоевский оценил Париж лишь как инженер-строитель. Через год, в 1863 году, он писал брату «Понравился мне на этот раз Париж наружностью, то есть архитектурой. Лувр — вещь важная. И вся эта набережная вплоть до Нотр-Дам — вещь удивительная». Но в целом мир накопления и лицемерия раскрывал Достоевскому тревожное будущее европейского человечества. Французский дипломат и критик Вагуэ передают свою беседу с русским рованистом, происходившую гораздо позже и поразившую его вдохновенным гневом писателя. Появится среди ночи пророк в Кафенгле и напишет на стене три пламенных слова. Они послужат сигналом гибели Старого Мира. Париж рухнет в крови и пожарах со всем, что составляет теперь его гордость, со всеми его театрами и кофейнями. Сильнейшее впечатление на Достоевского произвел современный вал, как сам он назвал центр мирового капитализма, Лондон. Писатель-турист увидел в Кенсингтоне величайшее сооружение мира, новый дворец Всемирной выставки 1862 года. Исполинское здание раскинуло среди королевских парков свои стеклянные корпуса, остроконечные башни, пагоды и два гигантских многогранных купола. Здесь были собраны образцы человеческого труда со всех концов мира. И когда вечерами это огромное сооружение пылало огнями, казалось, центр колониальной империи, собравший воедино труд и мысль всего земного шара, являл во всем размере свою вощь величия, надменную гордость и несокрушимую силу. Этот кристальный дворец, как его называл Достоевский в зимних заметках о летних впечатлениях, относится к особой терминологии Достоевского, которая вскоре прозвучит в записках из подполья, например, муравейник, то есть инстинктивное стремление живых существ, как муравьи, пчелы, человек, к общественному устройству. Курятник — временное убежище от дайвья, неудобное и уродливое, но не бесполезное. Хрустальный дворец, то есть идеальное общежитие для человечества и прочее. Термины эти встречаются и в дневнике писателя, и в великом инквизиторе. — Да, выставка поразительна, — записал вскоре Достоевский. — Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в единое стадо. Вы сознаете исполинскую мысль. Вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Тем ужаснее были нищие улицы гигантского города, словно изъеденные проказой черной нужды и страшнейших человеческих унижений. Достоевский посетил шабаш белых негров в субботнюю ночь в рабочих кварталах Лондона. Его поразил страшный Уайт Чепель с его полуговым, диким и голодным населением. Он побывал в Гай-маркете, где толпятся тысячами публичные женщины, красавицы, старухи, подростки. Он дал мимоходом незабываемые зарисовки женских обликов Англии. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Но какова их судьба? Наверху в галерее я увидал одну девушку и остановился просто изумленной. Ничего подобного такой идеальной красоте я еще не встречал никогда. Она сидела за столиком, вместе с молодым человеком, кажется богатым джентльменом, и по всему видно непривычным посетителем казино. Разговор часто прерывался долгим молчанием. Она тоже была очень грустна. Черты лица ее были нежны, тонки, что-то затаенное и грустное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Мне кажется, у нее была чахотка. По лицу ее Достоевский чувствует в ней существо высшего развития. Но она захвачена страшным бытом гай-маркета. Вскоре он ушел из казино, а она, с румянцем, разгоревшимся от водки густыми пятнами на ее бледных щеках, пошла и затерялась в толпе промышляющих женщин. Это тема для целого романа в духе Достоевского. Девушка необычайной красоты, гордой души и неизбывной грусти, брошенная в среду куртизанок огромного мирового города с его складострастниками и богачами. Такой роман Достоевский напишет через несколько лет. Он запомнил и необычайную встречу с ребенком в толпе этих нарядных и печальных женщин. В гай-маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтобы вы шли с ними. Помню раз в толпе народа на улице я увидал одну девочку лет шести, не более, всю в лохмотьях, грязную, бастую, испитую и избитую. Просвечивавшая сквозь лохмотье тело, ее было в тюниках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, бог знает, зачем, шатаясь в толпе. Может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что всего более меня поразило, она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклокоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг всплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги. Эта бегло обрисованная Достоевским шестилетняя девочка, потрясенная неизъяснимым отчаянием в разгульной и бездушной долпе, останется навсегда в ряду его великих и неумирающих образов. У Герцена Перед ним невысокий, плотный человек с живыми жестами и горящими глазами, с озаренным выпуклым лбом и короткой бородой а-ля Гарибальди. Весь он отмечен особой красотой пятидесятилетней активной и творческой мужественности. С веселой возбужденностью студента и легким налетом барственной избалованности колдует его своим сверкающим словом, откидывая вольным жестом непокорную гриву, где густое серебро, как на кавказской резьбе, еще заметно прорезано темными побегами. Лондон, Англия. Какой, вероятно, контраст после Омского острога и Семипалатинского гарнизона. Да, Достоевский смущен и подавлен впечатлениями выставки, видом города, обликом населения. Он почти с испугом говорит о гордом и мрачном духе, реющем над этим околдованным и проклятым местом. Герцен скептически качает головой. Слегка и грустно улыбается. Он успел полюбить Лондон. И как обо всем он говорит о своей любви к величайшему городу, роняя такие неожиданные, живописные и будящие слова. Да, он любит ночами одиноко бродить по этим каменным просекам, по угарным коридорам, толкаясь в сплошном опаловом тумане с какими-то бегущими тенями. Еле прорезываются в темноте готические сталактиты парламента и убегают бесконечной вереницей фонари. Один город, сытый, заснул, другой, голодный, еще не проснулся. Пусто, только слышна мерная посты полисмена со своим фонариком. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душе это делается тише и мерней. И вот за все это я полюбил этот страшный муравейник, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где преклонить голову, и полиция нередко находит детей и женщин, умерших с голоду, возле отелей, в которых нельзя обедать, не истративши двух фунтов. Да что же любить его? Здесь узлаешь англосаксонскую расу, людей дела, практической поэзии и постной свободы. Достоевский слушал и внимательно наблюдал за говорившим. Когда-то в дни молодости он с тревогой следил за блестящими победами Искандера, грозившими затметь его раннюю славу романиста. С тех пор пути их жизни и мысли так резко разошлись. Пока он домился в казематах Азии, Герцан стал европейским писателем, блестящим политиком и журналистом, а затем и основателем в Лондоне первого вольного станка с русским шрифтом. Обаяние его запретного имени в России могло превзойти любую литературную славу. Оно электризовало молодежь отважной независимостью его деятельности, суровой правдивостью его воинствующего слова, отточенного неподражаемым остроумием. Сочетание утонченной философской культуры с практикой революционного действия создавало исключительную по своей заразительности стилу. Легкий кэп покатил их по Лондону. Вот вся история Англии, вытесанная в камни. Перед ними выселся Тавер, старая крепость, дворец, тюрьма и место казни, клочок Великобританской империи, сосредоточивший самые кровавые драмы ее летописи. Они проехали к докам, где под грохот цепей, виск подъемных кранов, скрепение вагонов нагружались и опорожнялись колоссальные хранилища товаров, втянутых в себя Лондоном со всех концов мира. Центр мировой торговли раскидывался вокруг сложнейшим переплетом канатов, блоков, цепей, тюков, бочек, мешков, лестниц, трапов, крюков, подъемников, похожих на висерицы, и бесчисленных мачт, возившихся кольями в бесцветное лондонское небо. Этот город — насос, неслыханной мощи, выбирающий в себя все, что целый мир производит для него. Чудовищный рынок, никогда не ведающий сытости. Это для Лондона негры Сан-Франциско, Виктории и Колумбии безжалостно истязаются плантаторами. Для Лондона австралиец и зеландец стригут бесчисленные стада, а кули выращивают под пожирающим солнцем сахарный тростник. Это для Лондона караваны уныло пересекают пустыни в поисках золотого песка и слоновой кости. Для Лондона ткутся индусами в дальнем Кашмире богатейшие ткани и расцветают под солнцем Средиземноморья самые сочные плоды и благоуханнейшие цветы. Все пожирает этот ненасытный гигант. Страхов первый отметил, что зимние заметки о летних впечатлениях отживаются несколько влиянием Герцена, к которому Достоевский вообще тогда относился очень мягко. Критик имел в виду три книги Искандера, письма из Франции и Италии, «С того берега» и «К концы и начало». Это были наблюдения ума и замет из сердца блестящего писателя-эмигранта, запечатленные в его письмах к московским друзьям из Парижа, Рима, Неаполя. Основной темой здесь выступала борьба торжествующей буржуазии с движущей силой прогресса в обходящим классам работников. Здесь и горечные раздумья Герцена после поражения июньского восстания 1848 года, и его надежды на будущее революционное развитие пролетариата, здесь и решение дилеммы о России и Западе, духовное возвращение публициста-пуэта на родину, и его отрицание западноевропейской цивилизации бессильной подняться на высоту творческой деятельности и обеспечить искусству новое возрождение. Политическая проблематика этих книг неизмеримо шире зимних заметок о летних впечатлениях, но Достоевский художник поднимается здесь особенно в главе Ваал на невосягаемую высоту трагического в изображении ужасов и мук современного города. Не может быть сомнения, что ему были близки и дороги идеи Герцена об обреченной Европе с ее самодержавием собственности, как и мысль, что русскому народу принадлежит миссия всечеловеческого объединения на основе свободного духа его литературы и философии. Все это необъяснимо одним только влиянием Герцена и требует обращения к личному опыту и самостоятельным концепциям нашего могучего романиста-мыслителя. По агентурным сведениям третьего отделения, обычно очень достоверным, Достоевский встречался в Лондоне в 1862 году с Бакуниным. Обстоятельство это не подлежит сомнению, поскольку знаменитый анархист, вернувшись после долголетних битв и тюрем в Западную Европу, поселился у своего друга Герцена, которого через полгода посетил автор «Мертвого дома». Впервые Достоевский услышал имя Бакунина в кружке Белинского. Неотразимый пропагандист немецкой философии нередко вызывал острую полемику у своего друга-критика. Но восхищал его еще с 1836 года своим кипением жизни, беспокойным духом, живым стремлением к истине. Покинув Россию в 1840 году, Бакунин перешел от чистого мышления к политической борьбе и был осужден в 1844 году на вечное изгнание из России. Белинский, не без чувства товарищеской гордости, встречал каждое известие о революционной деятельности своего старого приятеля далеко за рубежами Родины. — Каков наш Мишель-то? — повторял он, поражаясь размаху его активности и размером мировой арены, завоеванной этим членом московского студенческого кружка. — Впрочем, смешно было бы и сомневаться в нем, — прибавлял он обыкновенно самую светлую улыбкой. Ему импонировал облетевший всю Европу лозунг Жюля Элизара «Страсть к разрушению — творческая страсть». Жюль Элизар — псевдоним Бакунина, примечание автора. Достоевский, видимо, запомнил этого выдающегося мыслителя по той устной легенде о нем, которая сложилась в кружке его друзей. Со временем он выступит тонким психологическим портретистом, а подчас и суровым пофлетистом людей сороковых годов. Сквозь сюжеты романиста, а нередко и его мемуарную публицистику, пройдут преображенные подчас фантазией или критикой фигуры Тургенева, Грановского, Герцена, Белинского и среди них активнейшего пропагандиста немецкого идеализма в Старой Москве и виднейшего участника Европейской революции на Дрезденских баррикадах 1849 года Михаила Бакунина. Их личная встреча — несомненное событие в литературной биографии Достоевского. С момента, когда Достоевский впервые услышал это имя, Михаил Бакунин пережил целую эпопею. В 1847 году он выступает на польском банкете в Париже клемя Николая I и предсказывая близкое крушение его империи. Он руководит восстаниями в Праге в 1848 и в Дрездене в 1849 году, дважды приговоренный к смерти в Саксонии и Австрии и заключенный здесь в неприступные казематы, в Ольмюце, даже прикованный цепью к стене, он был выдан русскому правительству. Пробыв шесть лет в одиночном заключении Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей, Бакунин был выслан в Сибирь, откуда ему удалось через Японию и Америку бежать в Англию. 27 декабря 1861 года он вошел вечером в дом Герцена, застав всю семью за столом. «Надо действовать!» — были его первые слова после обмена приветствиями и радостных возгласов. «В Польше пока только демонстрации!» — ответил Герцен. «А в Италии?» — тихо. «А в Австрии?» — тоже. «А в Турции?» — везде тихо и ничего не предвидится. «Что же тогда делать?» — с досадой и гневом воскликнул Бакунин. «Неужели же ехать в Персию или в Индию и там подымать дело?» Без дела, то есть без борьбы, он жить не мог. Вскоре он почувствовал, что Россия пробудилась и охвачена революционным брожением. «Бакунин приходит к нам с удвоенной любовью к народу русскому», — писал Герцен в «Колоколе 15 января 1862 года», — «с несокрушимой энергией и надежд и сил, закаленных здоровьем, свежим молодым воздухом Сибири. С Бакунином невольно оживает стан теней и образов бурного 1848 года». Член Кружка Аберинского возвращается к мечтам своей молодости о Вольной Славянской Федерации. В феврале 1862 года он напечатал в отзывание «Русским, польским и всем славянским друзьям». В июле написал брошюру «Романов, Пугачев или Пестель». Он отстаивал русскую народную революцию, приветствовал крестьянскую растию и передовую разночинную интеллигенцию, семинаристов и нигилистов, эту единственно свежую силу вне народа. Он звал клонки шатких устоев царской империи и не переставал действовать для руководства издалека революционным движением на своей родине. О чем же могли беседовать столь несхожие мыслители, как Бакунин и Достоевский, стоявшие на диаметрально противоположных политических позициях? Отметим, что Бакунин знал и ценил Достоевского как писателя. В письме к Герцену и Огареву от 7 ноября 1860 года он, описывая общество Петрашевского, сочувственно называет Достоевского. Между ними появлялись иногда и люди более замечательные, как, например, литератор Достоевский, нелишенный таланта, имелись в виду его произведения сороковых годов, примечания автора. В чем мог согласиться организатор российского почвенничества с правозвестником всемирного разрушения? Общей для них темой был только русский народ с его страдальческим прошлым и героическим будущим. Недаром Герцен, несомненно присутствовавший при этих беседах, писал на другой же день о Гареву. Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ. Бакунин отдохнул в эти месяцы за девятилетнее молчание и одиночество. Он собрал у себя лондонских славян и по описанию Герцена спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. Во всяком случае, день 16 июля 1862 года, когда Достоевский беседовал с Бакунином и Герценом о русском народе, остался в ряду замечательнейших дней будущего творца Таврогина и Верфилова. Роковой вопрос. Между тем, над журналом Достоевского разгрозилась неожиданная катастрофа. Еще в конце 1862 года редактор повторил в объявлении о подписке на «Время» свой незыблемый руководящий тезис о спасении России в почве и народе, как основе своей программы и в наступающем новом году. Но уже к концу мая 1863 года царским приказом прекращалось навсегда издание журнала «Время» как антипатриотического органа, оскорбляющего народные чувства. Что же произошло за этот краткий срок? Уже в начале 1863 года резко изменилась международная ситуация. В ночь на 23 января Центральный национальный комитет Польши объявил вооруженное восстание для восстановления Речи Посполитой в границах 1772 года. Отряды повстанцев нападали на размещенные в Польше царские гарнизоны. Но отдельные, разъединенные действия инсургентов не переросли в народную войну, и Польша, лишенная поддержки западных правительств, неуклонно катилась к поражению. 11-го, 23-го февраля 1864 года восстание было подавлено, а 1-го, 13-го мая, генерал-губернатором шести северо-западных губерний был назначен Муравьев, получивший за свою усмирительную деятельность Польша прозвание «Вешателя». Эти исключительные события взбудоражили Россию и вызвали глубочайшее брожение ее внутренних стюр. Реакционеры во главе с Катколом безусловно поддерживали воинствующий Петербург. В либеральных кругах уже ощущалось скрытое стремление найти компромиссное решение конфликта. Русская революционная мысль открыто высказалась за поддержку дела восставших. Герцан со всей решивостью стал на защиту Польши и, по словам Ленина, по честь русской демократии. В колоколе прозвучал могучий призыв к международной революции. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Достоевский не нашел верной ориентации. Редакция «Времени» хранит о событиях в течение трех месяцев полное молчание и, наконец, поручает написать ответственнейшую политическую статью философу и литературному критику Страхову, который никогда не выступал по вопросам международного характера. Неудачный шаг привел к подлинному бедствию. Решено было написать статью не столько в военно-политическом, сколько в общефилософском плане, заменяя освещение конкретных фактов разразившейся войны трактовкой проблем национальной культуры. Статья появилась в апрельской книжке «Времени» за подписью «Русский» и под очень двусмысленным заглавием «Роковой вопрос». Оно намекало на знаменитые стихи Пушкина, написанные по аналогичному поводу в 1830 году. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный роз? Славянские ручьи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос. Русский публицист заявлял о необходимости решать возникшую проблему не оружием, а в плане сопоставления культурного творчества двух наций. Их соперничество разрешится в пользу России лишь тогда, когда мы одержим над поляками духовную победу. Московские ведомости выступили с гневным обвинением времени в неверном решении самого животрепещущего политического вопроса дня. Настоявский ответил Московской газете большой статьей, в которой оправдывал позицию журнала. Но дело шло своим неуклонным ходом. По всеподданнейшему докладу министра внутренних дел Валуева о статье возмутительного содержания «Роковой вопрос», идущей прямо наперекор всем действиям государства и оскорбляющей народное чувство, царь повелиться изволил в 24-й день мая прекратить издание журнала «Время». Несколько позже Достоевский рассказывал своему брату Андрею, как было закрыто время. Московский генерал-губернатор сообщил в частном письме царю, что старая столица возбуждена статьей «Роковой вопрос». Министр внутренних дел Валуев в очередном докладе государю не касался этого обстоятельства, но по окончании доклада сам Александр Второй спросил его. «Что это у тебя за «Роковой вопрос»» появился? «Журнал «Время» уже запрещен, Ваше Величество», — поспешно ответил изворотливый Валуев. Вернувшись в Петербург, он якобы отдал распоряжение, закрыть задним числом журнал. Достоевский, всячески защищая патриотизм своего издания, обвинял все же Страхова в слишком изысканных и сложных формулировках, порождающих двусмысленные толкования и приводящих к печальным недоразумениям. И писатель был отчасти виноват. Слишком перетонил, и его поняли обратно. Сопоставление с Страховым двух национальных культур было лишено подлинной исторической конкретности и ставило вопрос о полонофильской тенденции его выступления. С иных передовых позиций Герцен оценивал статью «Роковой вопрос» как сочувственную полякам и прямо указывал, что журнал Достоевского напечатал по поводу Польши несколько гуманных слов, возвутивших самодержавную Россию. Нападки реакционных кругов и официозной печати явно угрожали автру статьи и редакторам «Времени» дальнейшими репрессиями. Но редакция «Московских ведомостей» напечатала в «Русском вестнике» разъяснение, в котором наряду с резким опровержением всех положений «Рокового вопроса» отвергала политическую неблагонамеренность опубликовавшей статью редакции. Дальнейших репрессий не последовало. В конце января 1864 года Михаилу Достоевскому было высочайше дозволено издавать журнал «Эпоха». В кружке Достоевского предполагалось полное возрождение времени с его небывалым успехом, но этим надеждам издателей не суждено было осуществиться. Аполлинария Суслова Одно из сильнейших увлечений Достоевского относится к началу 60-х годов. Предметом его была молодая девушка Аполлинария Суслова. Она родилась в семье крепостного крестьянина графа Шереметьева, в деревне в одном из глухих уездов Нижегородской губернии, и здесь провела свое детство и отрочество. Это навсегда оставило глубокий след в ее сознании. По собственному рассказу Сусловой, относящемуся уже к 1864 году, ее возмущали политические эмигранты из парижского салона графини Скалиас, тем, что относились недостаточно уважительно к русской нации. «Нет, я не пойду с этими людьми. Я родилась в крестьянской семье, воспитывалась между народом до 15 лет и буду жить с мужиками. Мне нет места в цивилизованном обществе. Я еду к мужикам и знаю, что они меня ничем не оскорбят». Несколько ранее, спервые попавши в Центр мировой культуры, она преисполняется ненавистью к достижениям блестящей европейской цивилизации буржуазного Запада и мечтали бежать от всех ее соблазнов в глухие российские села, только что освобожденные от неволи. «Я думаю поселиться в деревне среди крестьян и приносить им какую-нибудь пользу», записывает она в свой дневник 27 августа 1863 года. Очевидно, в 1855 году, с падением Николаевского строя и в преддверии освобождения крестьян, отец ее, Прокофий Суслов, грамотный умный греботной, откупился у своего помещика и остался у него на службе в качестве главноуправляющего его безбрежными имениями. Он поселяется в Петербурге и получает возможность дать своим детям высшее образование. Старшая дочь Аполлинария слушает в Петербургском университете публичные лекции знаменитых профессоров и посещает популярные чтения-концерты с участием Чернышевского, Некрасова, Писемского, Антона Рубинштейна, Винявского и двух недавних политических изгранников Шевченко и Достоевского. Автор записок из «Мертвого дома» своим страстным чтением о погибшем народе электризовал молодежь и вызывал бурные овации новых людей, переполнявших его аудиторию. До нас дошло одно агентурное донесение в третье отделение о знаменитом литературном вечере в зале Руадзе, где, по словам агента, Достоевский угощал слушателей отвратительными рассказами преступников в каторжной работе, арестантских ротах, острогах и прочее, за что тот или другой из них был сослан и заключен после кнута, плетей или пройдения сквозь строй. Можно представить себе восхищение юной народницы Аполлинарии Сусловой. Достоевский показался ей еще такой неопытной, не знающей жизни и наивно восторженной героем и мучеником. Жертва идеи, политический преступник, выходец из каторги, страдалец за революционные мысли, знаменитый писатель, унесший из легендарного десятилетия в казарму мертвого дома великую надежду и предсмертное благословение самого Беринского, он был выше и прекраснее всех окружающих, больной и тщедушной, малорослой и угрюмой, с огрубелыми конечностями, знавшими тяжелые железные браслеты каторги. И когда глубоким голосом Слабогрудова он читал с кафедры, раздирающие страницы о каторжном аде, он, казалось, не переставал расти и шириться над потрясенной и безмолвной аудиторией, как чудесный герой древних поверьей, в своих объятиях возносящие великих грешников к звездам. Он поразил ее мучительно ищущие воображения, ослепил ее своей мукой и славой, ответил всем своим образом гонимого и страдавшегося художника на ее страстную жажду поклонения и безраздельной отдачи себя великому и героическому. Хотя в существующих архивах Достоевского и не имеется любовного письма к нему о Полинарии. Можно поверить дочери писателя, что такое письмо было действительно получено Достоевским и глубоко тронуло его своей искренностью и поэтическим тоном. Казалось, юная девушка, ослепленная гением великого художника, выражала ему свое беспредельное восхищение. Достоевский пошел навстречу этому горячему молодому черству. Загруженной напряженной работой над своими романами и чтением корректур редактируемого журнала писатель высоко ценил это новое жизненное счастье, подаренное ему судьбою. «Твоя любовь сошла на меня, как Божий дар, нежданно, негаданно, после усталости и отчаяния. Твоя молодая жизнь подли меня обещала так много и так много уже отдала. Она воскресила во мне веру и остаток прежних сил». Так говорит Достоевский в повести «Суслова чужая» и «Свой», в которой она очень правдиво изображает их роман. Так понимала свою любовь в первую пору их близости и сама Аполлинария. Она рассказала в своем дневнике, что до встречи с Достоевским она никого не любила, ни с кем не сближалась, это была ее первая страсть. «Я ему отдала слюбя, не спрашивая, не рассчитывая», — вспоминала впоследствии Суслова. 16 ноября 1864 года она записала в своем дневнике отрывок такого разговора. «Раз говоря о красивом греке, я сказала, что в первую молодость не обращала внимания на красоту, и что первая моя любовь был человек сорока лет». «Вам тогда было шестнадцать лет, верно?» — сказал он. «Нет, двадцать три». Сорок лет исполнилось Достоевскому 30 октября 1861 года. Сусловой в то время было двадцать один или двадцать два года. Примечание автора. Этой экзальтированной девушке не нужна была ни блестящая наружность, ни молодость. Она искала духовного титана и нашла его. Она признавала, что их любовь красива и даже грандиозна. Она была счастлива. Достоевский открыл ей литературное поприще, напечатав в своем журнале рядом с униженными и оскорбленными робкий опыт Сусловой рассказ «Покуда». Но вскоре в их отношениях появились зловещие трещины. В молодой душе пробуждается чувство протеста и растет потребность к разрыву. Влечение к ней Достоевского представляется ей простой житейской потребностью занятого человека забыться на миг в чувственных наслаждениях. Федор Михайлович, видимо, приводил ей, шутя, известный афоризм Бальзака, что и мыслитель должен раз в месяц погрузиться в бурную оргию. Это резко противоречит ее культу героев и поклонению Творцу Мертвого дома. Она краснеет за свои отношения к нему и хочет навсегда порвать их. Так уже первая стадия их романа проходит тяжело и мучительно. «Мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи», — заявляла она ему несколько позже. «Это к тебе как-то не идет. Не идет к тебе такому, каким я тебя воображала прежде, то есть великим страдальцем, могучим поэтом, вдохновенным учителем». Это указывает на чистоту и глубину ее первоначального чувства к Достоевскому и как бы укоряет его за то, что он не сумел удержать ее любовь на первоначальной духовной высоте. Чувство свернулось и замерло. Никакой талант в ее глазах не мог искупить мелких сторон характера. Она жестоко выставала против всего, что считала недостатком или слабостью. Она относилась к ним тем более враждебно, что когда-то этот человек ей казался совершенством. С годами этот внутренний протест приобретает резкое выражение. Она записывает в свой дневник в сентябре 1864 года. «Мне говорят о Федоре Михайловиче. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастье в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания». И в декабре того же года. Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского. Он первый убил во мне веру. Мы никогда не узнаем, в чем по существу обвиняла Суслова Достоевского, какие страдания он причинял ей, какие оскорбления наносил, какие верования ее убивал. Допуская даже преувеличения в ее формулировках, мы не решаемся лишить их всякого основания. Достоевский впервые узнал любовь на 35-м году жизни, когда встретил Марии Дмитриевну Исаеву. Это было исключительно сильное чувство, но венчание с любимой женщиной сменилось небывалой быстротой, страсть жалостью. Аполинария Суслова была первой чистой и культурной девушкой на его жизненном пути, подошедшей к нему с высокой мечтой об озарении своей личности его гением и о поддержке своей любовью этого выходца из каторжного ада, нового Данте, спасенного любовью Беатрич. Достоевский еще не встречал такого чувства и, судя по всему, не выдержал этого труднейшего испытания. Была еще одна причина к постоянным разногласиям этих необычайных возлюбленных. Их полному счастью препятствовала и противоположность их общественных программ. Шестидесятница Суслова воинствующая отрицала старый мир с его искусством, религией, национальной культурой, идеалистической этикой, то есть главной духовной ценности мировоззрения Достоевского. Отсюда непримиримые расхождения между писателем-почвенником и юной нигилисткой поклонницей Некрасова, выводи на дорогу тернистую и пушкинского демона, и ничего во всей природе благословить он не хотел. Отсюда их споры об эмансипации женщины, о которых упоминает Суслова в своем дневнике, отстаивая свои права на свободу и независимость чувства. Отсюда, несомненно, и страстные дискуссии о революции, поскольку решительная и пылкая Аполлинария примыкала подчас к самым крайним политическим течениям и даже готова была примкнуть к антиправительственному террору, столь характерному для царствования Александра II. Это продолжалось в течение шести-семи лет, пока длилась с перерывами и разлуками напряженная и мучительная связь этих двух друзей-врагов. Зимой и невесной 1863 года Достоевский приглашает свою гордую подругу совершить с ним летом путешествие по Италии. Но в мае по высочайшему приказу журнал «Время» был закрыт. Главный редактор его погружается в тяжелый период ликвидации Большого Петербургского издания, насчитывавшего свыше четырех тысяч подписчиков. Параллельно идут хлопты по спасению или возрождению, журнала. Все это задерживает Достоевского надолго в России. Утомленная от осложнений их общей жизни, Суслова в начале лета уезжает в Париф, где они предполагают вскоре встретиться для совместного путешествия в Рим и Неаполь. Но Достоевский задерживается в России обилием и сложностью возникших дел. Он пишет для печати ответ редакции «Времени» на нападение московских ведомостей, но цензура его не пропускает. Он предпринимает шаги к возрождению закрытого журнала или к разрешению нового, но власти опасаются влияния бывшего Петрашевца на читателей общественно-политического издания и пока воздерживаются от согласия. Тянутся тяжелые и печальные дни. В один из таких вечеров, вглядываясь в тусклое отражение газовых рожков в темных струях Екатерининского канала, он вспомнил лучшее, что еще оставалось у него в жизни — Аполлинарию. Он достал из своего черного муарового портфеля большой фотографический портрет молодой женщины в светлом нарядном платье парижского покроя. Глубокая нойчая боль прошла волною по его сердцу, он стал пристально вглядываться в эти строгие черты, юная женщина в белом корсаже, с чуть открытой шеей, глядела из глубины темного фотографического фона. Удлиненный овал лица и очертания светлого лба поражали свою безупречной чистотою. Темные волосы, разделенные гладким пробором и высоко поднятые в тугой косе, обвивающие голову, сверкали как шелковая ткань на солнце. Огромные задумчивые глубоко сигящие глаза смотрели удивленно и почти наивно, не то вопрошая о чем-то, не то сочувствуя какой-то горсти. Над всем ощущение безоблачной ясности. В чертах тонкая одухотворенность напряженной мысли, быть может, затаенного страдания. И только в губах что-то простонародное, даже крестьянское. Это была русская красота, хотя и в оболочке европейского наряда деревенская девушка с грустящими глазами и высокой грудью. Этот род красоты он в последнее время страстно полюбил, как родное, свое, как овраги и рощи черемошны, как ширь полноводность и быструю рябь ирдыша. Он не мог дольше длить разлуку. К середине августа он вырывается из Петербурга. Томительные переезды по Европе сквозь едкий запах угля и безобразные колпаки вокзалов, усталость, одиночество, таллеры и зильбергроши — снова эти унылые стеклянные тоннели. Но вот, наконец, Париж. Неужели же и ему суждено пройти вдвоем с любимой девушкой по легендарным очагам западного искусства, политических битв, истории и знания? Париж. Город Бонапарта и Бальзака. Колокола Квазимода, холмы Перла-Шеза, откуда растиньяк метнул свой вызов целому обществу. Из отеля он спешно шлет записку в латинский квартал. Не дождавшись ответа, он нервно вскакивает в наемный фиакр и мчится во весь опор к Люксембургскому саду. Вот, наконец, ее комната. Однако как долго она заставляет ждать? Это почти невыносимо. И вот глубокое и еле слышное, как бы заглушаемое мучительным сердцебиением, здравствуй, смущение, безрадостность, стыд и боль и тягостная неловкость. Я уже не ждала тебя, ведь ты получил мое письмо. Это письмо, которое только на другой день дошло до него, навсегда врезалось в память. Ты едешь немножко поздно. Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку. Все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать сердце. Я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любит. Я была права, сервясь на тебя, когда ты начинал мною восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу сказать, что ты меня не знал. Да и я сама себя не знала. Прощай, милый. Но и без письма он тогда понял, что совершилось непоправимое. Я должен все знать. Пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру. Фиакр мчит их обратно к его отелю. Закрытые купе. Они вдвоем. И оба молчат. И вот в казенной комнате второклассной левобережной гостиницы, хотелось ему поселиться ближе к ней, в ответ на его рыдание, укоры и мольбы, она сквозь слезы еле отвечает ему. Ты счастлива, счастлива. Одно только слово скажи ему. Счастлива ли ты? Он все не поднимался с колен. Ере слышно прозвучало ответное нет. Как же это? Любишь и несчастлива? Да возможно ли это? Но ведь он меня не любит. Кто же он? Поэт, художник, философ? О нет. И немного успокоившись, она рассказала ему все. Зовут его Сальвадорф. Это студент-медик, красавец и щеголь. Родные его еще в прошлом столетии поселились на Антийских островах. Это знаменитые фамилии золотоискателей, мореплавателей, конквистадоров и колонизаторов. Они покорили целый архипелаг. Туземцев обратили в рабов. Они возвращаются к вечернему ужину со своих сахарных и табачных плантаций с изломанными бичами и в окровавленных брюках. Сальвадор уже отшлифован Европой, и все же в нем чувствуется укротитель, хищник, завоеватель и рабовладелец. Представь, так странно для нас. В книгах он ничего не смыслит. Она словно была тронута его огорчением и хотела чем-нибудь утешить. И действительно немного отлегло от сердца. Хорошо, что не смыслит. Студент-иностранец, не герой, не поэт, не иронический мыслитель, не демонический Лермонтов. Это хорошо. Это ненадолго. Неудержимо потянет в Россию. Ведь там, в Петербурге, она увлеклась писателем, прежде всего как мучеником за родину, как певцом ее страданий, как отважным защитником поверженного народа. Париж в несколько дней все опрокинул. Блестящие чеголи медицинской школы, богатые студенты-иностранцы с южным загаром и экзотическими именами, в своих обтянутых сюртуках и лаковой обуви, с хвостами наездников, в бронзовых руках и зноем неутомимых вожделений в огромных южных глазах, сразу вытеснили из ее памяти бледный и хворый облик петербургского литератора. Быть может, утомилась она от его хандры, вспышек раздражения, вечной озабоченности и деспотических порывов страсти. А тут тонкое очарование юного и нарядного иностранца во всем блеске его самоуверенной молодости, так изящной и так строго оформленной по нарядным канонам парижского вкуса и нравов, Сальвадор, какое имя? Но может ли русская девушка не влюбиться в звонкость и победоносную силу этих трех слогов, звучащих как труба? Первая же встреча решила участь изгнанника. Он потерял ее потому, что не имел на нее права, слабеющий, больной, изношенный, с жгучими и мгновенными вспышками своей отгорающей страсти, словно проведающей по нервам, как огонь по сухому хворосту. Ей с этой жадно-алчущей душой и могучим простонародным темпераментом нужны были иные силы и иные страсти. И угашенно, беспомощно, вяло он просит о дружбе, о встречах, о переписке. Быть может, все же поедем в Италию. Друг мой, не бойся, я буду тебе только братом. Снова он в роли бескорыстного утешителя, ненужного третьего, самоотверженного друга. Что это на роду его, что ли, написано быть невозлюбленным, полновластным и страстным владыкой женщины, а каким-то супругом, бескорыстным опекуном и даже примирителем влюбленных. О, неужели и на этот раз ему суждено стать поверенным своей любовнице и защитником своего соперника? Не довольна ли такого благородства? Не пора ли перестать играть роль вечного мужа? Но суровый характер его подруги снова вывел его на этот путь. Аполлинария не скрывала, что полюбила Сальвадора до безумия. Он же обманывал ее, считал себя свободным от всех обязательств, уклонялся от свиданий, шел к нам. После случайной встречи на улице и холодного объяснения покинутая женщина решила убить его или покончить с собой. В семь часов утра она стучится к Достоевскому. Она рассказала ему в этот день всю историю своей несчастной любви, не утаивая ничего. Как можешь ты человеческие отношения решать кровопролитием? Я его не хотела бы убить, но мне хотелось бы его очень долго мучить. Полно, — сказал он, — не стоит. Ничего не поймет. А губить себя из-за него бессмысленно. Она отчасти соглашается, но жажда мщения остается, и еще долго будет тлеть в ее сердце, видоизменяясь и принимая какие-то новые, неожиданные и грозные формы. Из окна Аполлинарии открывался превосходный вид на Париж, особенно на ближайший квартал святой Женевьевы. Как-то днем она обратила внимание Достоевского на архитектуру средневековой базилики над самым храмом революционного пантеона. В этой церкви я недавно исповедовалась в одном преступном замысле. Он вздрогнул. Неужели же ты клевещешь на себя перед этими католическими паторами, развращенными целибатом? Нисколько я говорила правду. А чем католический священник хуже нашего протодиакона? Его слово охватила мучительная тревога за нее. Сердце его исходило болью. Она ласково улыбнулась. Не горюй. Смотри лучше, какая это чудесная часовня. Она считается одной из самых изящных во всем в Париже. Это Сент-Этьян-Дюмон. Право же здесь стоит исповедаться в самом страшном греке. Тебя не было в Париже, и я пошла в эту часовню исповедаться Аббату. Но в чем же, в чем? Тогда она осозналась ему в одном своем тайном плане. Она пришла к страшной и кровавой мысли, совершенно и безраздельно овладевшей ею. Необычайный и огромный замысел захватил ее и не выпускал из своих цепких лап. Она до сих пор не вполне освободилась от него. Что же это, убить Сальвадора? Нет, не его. Не его, но кого же? Может быть, меня? О, нет! Бросила она так легко и спокойно, что даже горько стало от этого презрительного миролюбия. Нет, не тебя. Я говорю тебе, замысел грандиозный и необычайный. Глода загорелись героической решимостью. — Скажи же, облегчи душу. — Да, я скажу тебе. Ей, видно, трудно было сознаться даже ему. Но слушай, я изнывала от тоски и возмущения. Я чувствовала, мне нужно непременно убить. Но я соглашалась с тобою не его. Он мелок, не стоит великого греха. Ты, может быть, и прав. Губить себя из-за безвестного студента, о, нет, свое месть я превращу в подвиг, жертвуя собою, достигну славы, мстя за поруганную любовь, войду в историю человечества. — Что же ты задумала? — произнес он в глубочайшей тревоге, предчувствуя нечто неслыханное. — Не все ли равно, какой мужчина заплатит за надругательство надо мной? — Все вы виновны, у всех на совести обманы, предательство, жестокое свастолюбие. Но если уж мстить, так чтобы всему миру стало известно о единственной, неслыханной, небывалой, неповторимой месть. Поля, опомнись. Неужели же ты могла бы убить человека, не колеблясь? Кого же? Она посмотрела на него с глубоким и почти презрительным равнодушием. Неужели же ты не догадываешься? — Царя! Он вздрогнул. — Возможно ли? Сколько же должна была перестрадать эта женщина, чтобы идти на такую муку? Поклянись, что ты никогда не помыслишь более об этом. Он посмотрел на нее молящими глазами. В памяти проносились разговоры 1848 года. Спешни в кабинет Дубельта, Равелин, страшный путь из каземата на эшафот. Три столба среди удручающей белой пустыни. Замкнутая стена солдат. Смертные саваны. Неувалимые раскаты многократного расстрелять. — Ты хочешь, как Дюбари, валяться в ногах палача с лоплем еще одну минуточку? Она устала и с каким-то безразличием взглянула на него. — Нет, я уже от этого отказалась, теперь прошло. У него отлегло от сердца. — Как отошла ты от этой чудовищной мысли? Она задумывалась, беспечно как-то вспоминая. Недавно бродила по нашему кварталу, обдумывала свой план, ведь в петербургских кружках не говорилось об этом. Решила осмотреть это маленькое кладбище вон там, за оградой из Сент-Этьена, где были погребены тела Марата и Мирабо, выброшенные из пантеона. А рядом эта красавица-часовня с гирляндами и розами. Вхожу. Служба прошла. Светящий деревянный кафедр у колонны католический паттер заканчивает проповедь. Чем-то сразу захватил душу. Решилось во всем сознаться ему. На другой же день стучусь в его келью. Аминь, войдите. Днем он показался совершенно другим. Огромный, толстый мужчина пишет что-то за конторкой. Еле обернулся. Что вам нужно? Да еще так грубо и раздражительно. Я совершенно растерялась. Ну же! Все так же резко и нетерпеливо. Я не выдержала и зарыдала. Он отвернулся. Наконец, я пробормотала несколько слов. Если вы русская, вы должны были пойти к православному духовнику. Но мне столько о вас говорили. Чем же я могу быть вам полезен? Ищите место? Нет денег? Нет родных друзей? Согрешили против нравственности? Особенно строго. Я, наконец, созналась ему. На свете столько страданий и преступлений. У нас в России особенно. И я решилась убить виновника зол на моей родине. Вздор! Закричал он. Евости законы страдают только ленивцы и пьяницы. Император Александр — идеал государя и человек. Это было грубо и очень уж просто. Словно ушатом холодной воды окатило меня. С той поры и прошло. Но как могла ты прийти к такой мысли? Она опять как бы замечталась. Очень уж увлекает. Огромность шагов. В конце концов, так просто. Подумай только один жест, одно движение. И ты в сонме знаменитости гениев, великих людей, спасителей человечества. Славу зарабатывают трудом, — угрюмо произнес он, — или без примерной смелостью. А о муке ты не подумала? Это ты остановила меня. Вдруг подумала, казнят. А ведь прожить до восьмидесяти лет где-нибудь в тишине на солнце у Южного моря очень недурно. Откровенность была почти бесстыдной. Он отвернулся и не продолжал разговора, подавленный внезапной темой цареубийства, словно преследующий его на всех путях. В начале сентября они выезжают из Парижа. Четыре дня Достоевский проводит в Баден-Бадене со своей неистребимой мечтой, округлал выигравшие на рулетке. Он проигрывает три тысячи франков и должен выписывать из России сто рублей, чтобы продолжать путешествие. В Женеве Достоевский играет на последние двести пятьдесят франков и все проигрывает. Чтоб доехать до Турина, он закладывает часы, а суслого — кольцо. Ожидание денег в душном Турине, где путешественники сидят без копейки и ждут присылки ста рублей из Петербурга, отбрасывает грустный колорит на тогдашнюю столицу Итальянского королевства. Для Достоевского Турин — скучнейший и даже проклятый город. Суслову возмущают расписанные дома чудовищной архитектуры. Но в этом скучном городе происходит неожиданное примирение. Здесь Аполлинария заносит свой дневник. На меня опять нежность к Федору Михайловичу. Я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что неправа. Мне хотелось загладить эту вину, и я стала нежна с ним. Он отозвался с такой радостью, что это меня тронуло. Я стала вдвойне нежнее. Когда я сидела подли него и смотрела на него с лаской, и он сказал, — Вот это знакомый взгляд. Давно я его не видал. Я склонилась к нему на грудь и заплакала. В Генуэзском заливе на корабль их налетел шторм. Началась сильная качка. Я думала, что мы погибаем. На другой день причалили к Леворну, где простояли на якоре целый день. 16-го, 28-го сентября они приблили. Через два дня Достоевский писал Страхову о литературных делах, о творческих замыслах. Странно, пишу из Рима, и ни слова о Риме. Но путешественники уже осмотрели храм Святого Петра. Впечатление сильное, Николай Николаевич, с холодом по спине. Форум и колесич. В самом начале октября прибыли в Неаполь. По всему пути от Рима их часто обыскивали и беспрестанно требовали паспорта. В Неаполе на корабле встретили Герцена со всем семейством. Это было важнейшее событие всего путешествия. Суслова познакомилась со знаменитым эмигрантом и его сыном Александром, юношей 24 лет, вскоре известным физиологом. В путевых письмах Достоевского лишь несколько строк о знаменитых городах. Рим и Неаполь сильно меня поразили. Но ужасно хочется в Петербург. Суслова отметила в своем дневнике лишь пестрое оживление неаполитанской толпы. Они доехали вместе до Берлина. Через два дня Достоевского неудержимо потянуло к рулетке. Он выехал в горный курорт Гомбург. А не как невольный город Гомбург, как указывается во всех публикациях о Сусловой, примечание автора. Суслова, подчиняясь условиям этой безрадостной поездки, расстается с Достоевским и возвращается в Париж. Через несколько дней ее догоняет письмо Федора Михайловича. Он в Гомбурге проигрался и просит прислать ему денег. А полинария достает у знакомых и высылает ему 300 франков. Таков эпилог этого путешествия. Они расстаются почти навсегда. — Почему же вы разошлись, Аполлинария Прокофьевна? — спрашивал ее гораздо позже ее муж. — Потому что он не хотел развестись со своей женой чахоточной. Так как она умирает. — Так ведь она умирала? — Да, умирала. Через полгода умерла. — Но я его уже разлюбила. — Почему разлюбили? — Потому что он не хотел развестись. — Молчу. — Я же ему отдалась, любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил. И я его кинула. Этот разрыв Суслова относит к осени 1863 года. Но знакомство их еще продолжалось. Несомненный интерес представляет обмен письмами между Достоевским и младшую сестрою Аполлинарии Надеждой Прокофьевной Сусловой весной 1865 года, когда эта девушка училась в Цюрихе на медицинском факультете. Достоевский знал ее в начале 60-х годов, вольнослушательницей Петербургского университета, а затем военно-хирургической академии, и относился к ней с глубоким уважением. Она была революционеркой, и по встречам и беседам с нею Достоевский вынес ряд не всегда обычных для него положительных впечатлений о новом поколении русской молодежи — шестидесятниках. Это имело большое значение и в его дальнейшем стремлении понять и даже оправдать передовых людей этого круга. Вот почему эпизод его краткой, но очень серьезной и чистой дружбы с этой выдающейся представительницей русской медицины — она была первой женщиной-врачом в России — разъясняет многое в его позднейших политических позициях и высказываниях, отвечая его постоянное пристальное внимание и глубокий интерес к таким фигурам, как Каракозов или Вера Засулич. В апреле 1865 года Надежда Суслова предъявила Достоевскому ряд обвинений в его недостойном якобы отношении к ее старшей сестре. Он падок лакомится чужими страданиями и слезами, он друг и жесток с полюбившей его девушкой. В ответном письме к Надежде Сусловой Достоевский приводит в свою защиту ряд оправданий. Он утверждает, что Аполлинария — большая эгоистка. Она меня третировала всегда свысока. Она не допускает равенства в отношениях наших. В ней вовсе нет человечности. Она его встретила в Париже фразой «ты немножко опоздал». Она не переставала мучить его. Мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Последнее предсказание, несомненно, сбылось. Аполлинария Суслова и Достоевский противопоставляют ее младшую сестру. Я в каждую тяжелую минуту к вам приезжал отдохнуть душой. Вы видели меня в самые искренние мои мгновения. Вы мне, как молодое новое, дорогие, кроме того, что я люблю вас, как самую любимую сестру. Он подчеркивает ее основное отличие от Полины. У вас есть сердце. Вы не собьетесь. Жизнь это вскоре доказала. На днях я прочел в газетах, сообщает Достоевский своей племяннице Соне Ивановой 31 января 1867 года, что прежний друг мой, Надежда Суслова, выдержала в Цюрихском университете экзамен на доктора медицины и блистательно защитила свою диссертацию. Это еще очень молодая девушка, редкая личность, благородная, честная, высокая. 2 ноября 1865 года Аполлинария Суслова записывает в свой дневник. Сегодня был Федор Михайлович, и вы все спорили и противоречили друг другу. Он уже давно предлагает мне руку и сердце, и только сердит этим. Говоря о моем характере, он сказал, если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа. Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это. Нужно думать, что Аполлинария Суслова была предметом самой сильной страсти Достоевского. Женщина крайностей, вечно склонная к предельным ощущениям, ко всем психологическим и жизненным полярностям, она проявляла к жизни ту требовательность, которая свидетельствует о страстной, увлекающейся, жадной к эмоциям натуре. Ее склонность делить людей лишь на святых и подлецов так же характерна, как и ее постоянные чувственные увлечения, прямолинейность, властность, решительность и, по-видимому, подлинная инфернальность. Сердце, склонное к благородным проявлениям, было не менее склонно к слепым порывам страсти, к бурным преследованиям и мести. Красное и черное Путешествие с Аполлинарией Сусловой по Европе послужило Достоевскому материалом для одной из его лучших повестей — «Игрока». Этот замысел возник не в 1863 году, как принято читать, а гораздо раньше. Еще в Семипалатинске, в 1859 году, Федор Михайлович прочел живую и увлекательную статью под заглавием «Из записок игрока». Это был очерк нравов в заграничных и горных домах, промышляющих рулеткой, и одновременно новелла о личной драме одного любителя риска за столом европейского курзала. Имя автора этих записок Федора Дершау было, несомненно, известно Достоевскому. Оно принадлежало видному петербургскому литератору, родом финляндцу, издававшему журналы и сборники, посвященные преимущественно русскому и скандинавскому северу. Ориентируясь на статьи Белинского и Герцена, он привлек к сотрудничеству в своих изданиях передовых публицистов — Валериана Майкова, Аполлона Григорьева, Пальма и Дурова. Петрашевский даже мечтал превратить финский вестник в орган своего политического кружка. Статья Дершау о рулетке появилась в апрельской книжке русского слова за 1859 год, опубликовавшего лишь за месяц перед тем рассказ Достоевского «Дядюшкин сон». Редакторы этого ежемесячника Григорьев и Полонский, несомненно, доставляли в Семипалатинск ссыльному писателю свой журнал, в котором он уже числился постоянным сотрудником. Очерк из записок «Игрока» послужил Достоевскому первоисточником для небольшого романа «Рулатенбург», переименованного издателем Стеловским в «Игрок». Печать и роман появился в 1866 году с подзаголовком из записок «Молодого человека». Летом 1859 года Достоевский, как полагаем, прочел статью Дершау, где подробное описание заграничного казино сочеталось с бродячим анекдотом об одном азартном игроке, который выиграл на рулетке огромное состояние, чтобы вскоре проиграть его до последнего пшенига. Он даже едва умерзался от страшного преступления. По профессии цирюльник он едва не зарезал бритвы и не ограбил своего клиента, выигравшего накануне крупный курс. Эта наблюдательная история отзывалась мелодрамой. Но обступление к ней представляло незаурядный интерес. Прогрессивный журналист раскрывал целый мир легкой наживы, малоизвестной русскому читателю и резко разоблачавшей собственническую цивилизацию Запада. Друг Петрашевцев раскрывал трагическую сущность блестящих празднеств вокруг игорных столов Гомбурга, Висбадена, Наугейма, Бадена, Женевы, где незаметно гнездятся в зародыши страшнейшие бедствия человеческой судьбы, нехита, бесчестия, самоубийства. С подлинным сатирическим возмущением изображал он игорный вертеп, прикрытый благовидным прозвищем Воксала. Здесь безупречные джентльмены с орденскими ленточками в петлицах усаживаются возле выигрывающих понтеров и ловко допускают руку в их предидки и золото, беспечно удаляясь затем с легким посвистом из зала. Приводятся отдельные потрясающие эпизоды. Висбадене еще очень недавно молодой человек, проигравший там все свое состояние, в порыве отчаяния застрелился в игорном зале ввиду многочисленной публики, толпившейся вокруг рулетки. Замечательно, что печальное событие — это не прервало даже хода игры, и выкликавшие номера продолжал вертеть цилиндр с таким же хладнокровием, с каким приказал служителю вычистить зеленое поле предательского стола, на который брызнул мозг из размозженной головы застрелившегося игрока. Все это отвечало потребности Достоевского в острой социальной теме и внезапных поворотах современного сюжета. Даршау изображал и умелых любимцев фортуны. Среди алчной воровской толпы Курзала встречаются изобретатели систем для верного выигрыша. Они довольствуются ежедневным умеренным доходом в несколько Фридриксдоров, но всегда добиваются его своим хладнокровием, расчетом и стойкостью. Особенно отличаются в таком искусстве англичане, проживающие на счет рулетки годами в блестящих игорных городах Юго-Западной Европы. Это было целым откровением для Достоевского. Есть, стало быть, верный путь к выигрышу. С жадностью он будет перечитывать тысячи описаний рулетки. Отныне он будет мечтать ночами о срыве банка у предательского колеса. Он почувствует себя обладателем заветного ключа к тайне крупного обогащения. Хладнокровие, скромные ставки, отказ от риска. Через пятнадцать лет он напишет в подростке. «Я до сих пор держусь в убеждении, что в азартной игре, при полном спокойствии характера, при котором сохранилась бы вся тонкость ума и расчета, невозможно не одолеть грубость слепого случая и не выиграть». Но писатель был увлечен не только погоней за выигрышем, но и новой литературной темой полной страсти, борьбы и опасности. Достоевский мечтал о неведомом шедевре, вызванном беспримерными поворотами человеческих судеб в зависимости от счета и нечто красного и черного, нуля и первых дюшин. Азартная игра открывала просторы философским размышлениям и широкому развитию смелых характеров. «Достоевский» начинает слагаться образ выдающегося русского человека в интернациональной толпе модного европейского курорта. Достоевский становится почти на целое десятилетие страстным игроком. Еще в сороковых годах он увлекался игрой на бильярде, до крупных прозрешей и знакомств с фуллерами. В Сибири, по выходе из каторги, еще решительнее сказывается эта дремлющая страсть. Достоевский, по рассказу его семипалатинской ученицы, одно время как будто бы пристрастился к азартной игре. Играли же здесь тогда сильно. Как-то раз он рассказывал своим приятелям о небывалой игре, которую наблюдал накануне. Эта игра произвела на него сильное впечатление. Он, рассказывая про нее, быстро ходил по комнате и с волнением закончил, ух, как играли, жарко, скверно, что денег нет. Такая чертовская игра — это омут. Вижу и сознаю всю гнусность этой чудовищной страсти, а ведь так и тянет, так и всасывает. Омут действительно засосал. Попав летом 1862 года впервые за границу, Достоевский прежде всего направляется в один из знаменитых и горных курортов Германии и выигрывает, прежде чем доехал до Парижа, десять тысяч франков. Это происходило, очевидно, в одном из городков, расположенных неподалеку от французской границы — Висбаден, Гомбург, Баден-Баден, которые на целое десятилетие вошли в биографию Достоевского, как места его чрезвычайно сильных, а подчас и весьма тяжелых переживаний. Сива, охватившая его в страсти, сильнее всех доводов рассудок. Хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу. Всю жизнь за черту переходил. Азарт непреодолимо влечет его, как опасный и гибельный соблазн. Главное — сама игра. Знаете ли, как это втягивает? Нет, клянусь вам, тут не одна корысть, хотя мне прежде всего нужны были деньги для денег. 8-го, 20-го сентября 1863-го года он сообщает брату. Друг Миша, я в Висбадене создал систему игры, употребил ее в дело и выиграл тотчас же десять тысяч франков. Наутро изменил этой системе, разгорячившись, и тотчас же проиграл. Вечером возвратился к этой системе опять со всей строгостью и без труда и скоро выиграл опять три тысячи франков. Скажи, после этого как было не увлечься? Как было не поверить, что следуя я строго моей системе, и счастье у меня в руках? А мне надо деньги. Для меня, для тебя, для жены, для написания романа. Тут, шутя, выигрываются десятки тысяч. Да я ехал с тем, чтобы всех нас спасти и себя от беды выгородить. В 1863 году, когда его ждет в Париже Зуслова, он снова задерживается по пути на несколько дней в Висбадене с мечтою выиграть сто тысяч. Он сразу выигрывает десять тысяч четыреста франков и решает на другой же день уехать, не заходя на рулетку. Но решение не выдерживает и проигрывает более половины выигранной суммы. Из оставшихся пяти тысяч франков он переводит значительную часть в Петербург с просьбой передать их тяжело больной Марии Дмитриевне. Но уже через несколько дней сообщает родным из Баден-Бадена, что проигрался на рулетке весь совершенно, дотла. Достоевский просит родственников о срочном возвращении ему отосланных денег. Брат Михаил не скрывает своего возмущения. К чему посылать свои выигрыши в Россию, если на другой же день по получении их нужно переводить обратно на новый проигрыш? А главное, не понимаю, как можно играть, путешествуя с женщиной, которую любишь. Эту сложную психологическую проблему Достоевский и будет решать в повести об одном азартном и влюбленном игроке. Первые впечатления от рулетки сладаются теперь в отчетливый замысел. Достоевский составляет довольно счастливый план рассказа на эту тему и делает к нему первые отрывочные записи на клочках бумаги. Он сообщает об этом из Рима Страхову 18-30 сентября 1863 года. Его занимает тип заграничного русского, натура непосредственно человек, однако же, многоразвитой, но еще недоконченный. Главная же штука в том, что все его жизненные сроки, силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он игрок и непростой игрок, так же, как скупой рыцарь Пушкина непростой скупец. Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным домам на рулетке. Это первая программа будущего игрока. В ней назван «Скупой рыцарь», не раз вдохновлявший Достоевского. Но еще более ощущается здесь пиковая дама. Древняя старуха, обладательница тайны сказочного выигрыша и бедный игрок, требующий у судьбы несметного состояния, отражены отдельными чертами в главных образах игрока. В 1880 году Достоевский толковал слушателям в своей речи о Пушкине характер Германа, о том, что и как он должен был чувствовать, когда счастье свое ставил на карту, глубоко вея этой карте и в то же время задыхаясь и дрожа от величайшего волнения души. Так играет, ставя жизнь на карту, и герой игрока Алексей Иванович. Достоевский не считал азартную игру постыдным занятием, особенно для художника, который должен познать жизнь всестороннюю. Федор Михайлович был вполне на стороне игрока и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе, сообщает его вторая жена. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своей жизнью и, тем не менее, не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке. В этом была своя драма. Врачиня колеса счастья в Привейнских городках представлялась ему какой-то новой каторжной баней. Уже написавший записки из Нортового дома, Достоевский почувствовал в игорных залах близкие его наблюдениям страшный мир пороков и преступлений. Но только теперь уже не в затхлой казарме, а строго, с его звоном цепей и вулом страшных ругательств, а под раззолоченными арками огромного дворца, где под упоительную музыку балов и концертов проигрываются в несколько часов огромные состояния и рушатся жизни. Если мертвый дом обратил на себя внимание публики как изображения каторжных, которых никто не изображал наглядно до мертвого дома, — пишет он Страхову из Рима 18 сентября 1863 года, — то этот рассказ обратит непременно на себя внимание как наглядное и подробнейшее изображение рулеточной игры. Вещь, может быть, весьма не дурная. Ведь был же любопытен мертвый дом. А это описание своего рода ада, своего рода каторжной бане. Хочу и постараюсь сделать картину. Летом 1866 года Достоевский составил новый план для будущего игрока. Эта программа сильно отличалась от заграничного проекта 1863 года. Тогда намечался рассказ в полтора листа, теперь роман в десять печатных листов. Резко менялись не только размеры, но и самый жанр. Малый роман, как мы видели со времен бедных людей, оставался любимой формой Достоевского. Он был ему ближе и дороже маленького рассказа и лучше удавался. Материалы же, переживаний автора в рулеточных казино, как и мучительный образ Аполлинарии Сусловой, могли получить полное развитие лишь в развернутой форме большой новеллы. Все это очищается в кратком сообщении писателя о его приготовлениях к новому роману. Составил план весьма удовлетворительного романчика, так что будут даже признаки характеров. Но романчик превратился в углубленную психологическую повесть, а признаки характеров в живые и законченные типы России и Европы середины XIX века. Быт и нравы немецкого игорного дома определили социальный фонд и оформили безудержную динамику расходящихся здесь страстей. Достоевский разоблачает легенду о роскоши этих международных клубов и безупречной выдержке финансовой аристократии, заполняющей их. Никакого великолепия нет в этих длинных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва ли бывает. Все кажется не роскошным, а постыдным, все как-то нравственно, скверно и грязно. Отвратительно вся эта рулеточная сволочь, вся эта дрянь, дрожащая над Гульденом, готовая своровать чужую ставку. Также омерзительны крупье, наблюдающие за порядком и оберегающие интересы банка с его ловушками и грабительством. Достоевский отвергает всякую эстетику этого гульбища хищников, цинично обнажившего звериные инстинкты капиталистического мира в его безудержной погоне за легким обогащением, за быстро схваченным состоянием, за внезапно свалившимся кушем. А моральность этого ловко организованного массового ограбления в обществе, построенном на культе денег и одержимом золотой рихорадкой, и лишает знаменитые пререйнские дворцы какой-либо красоты или величия. Такова одна из лучших повестей Достоевского, продиктованная в 26 дней между пятой и шестой частями «Преступление и наказание». Она хранит на себя отпечаток необычайного творческого подъема романиста в поворотный для него 1866 год, открывший новую эпоху в его личной и литературной биографии. Несмотря на жартость повествования, эти записки молодого человека ставят большие современные вопросы о гибельной роли денег в буржуазном обществе с его ярмаркой внезапных обогащений, то есть и горными домами. Повесть развертывает целую серию блестящих сатирических зарисовок капиталистического человека Запада, противопоставляя типическим фигурам европейского накопительства широкие и вольные натуры русских людей, заброшенных случаем на чужбину, но верных просторам своей Родины. Это одна из интереснейших автобиографических записей Достоевского, запечатлевшая в лицах и драми его страстные и скорбные впечатления от Англии, Германии и Франции. Это как бы творческая параллель к негодующей публицистике его опыта о буржуа и рала. Сильнее всего в игроке обрисован образ Полины. Неповторим характер этой выдающейся русской девушки гордой, смелой, независимой, влюбленной в жизнь, умной и страстной, тигрицей и мучительницей. Она способна на все ужасы жизни и страсти. Так понимал Достоевский Аполлинарию Суслову. В повесть она генералова падчерица, и после смерти матери осталось жить в семье отчима на положении гувернантки своих единоутробных маленьких брата и сестры. Она увлечена их учителем Алексеем Ивановичем, остроумным и даровитым молодым человеком, кандидатом университета, горячо полюбившим ее. Генерал же увлечен блестящей парижской куртизанкой, мадемуазель Бланц, и собирается жениться на ней. Но дела его в полном расстройстве, и его денежно поддерживает молодой француз Дегрие, ростовщик, снабжающий генерала крупными суммами под залог домов и поместье старой генераловой тетки, уже находящейся почти что в агонии. В отсутствие Алексея Ивановича, Полина становится невестой француза, пленившего ее своей законченной красивой формой. Это служит предметом для целого рассуждения главного героя на тему «Француз и русская барышня». Дегрие вскоре раскрывает полностью свою подлинную и расчетливую натуру перед полюбившей его девушкой. Он расстается с ней, когда его расчеты на крупные приданные рушатся, и преподносит ей в виде скидки с обедательств ее отчима пятьдесят тысяч. Полина оскорблена и решает вернуть французу предложенную им сумму. Ее может еще спасти только британский рыцарь мистер Астлей, пораженный красотой и умом своей новой знакомой. Но Алексей Иванович предупреждает его, что мисс Полине нужно очень, очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас, мерзавцу Дегрие. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам все свое сердце. Но в этом сердце все-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий проценщик Дегрие. Таков новый этюд Достоевского о западноевропейском буржуа. Устами своего игрока он набрасывает садирический очерк немецкого способа накопления честного труда. За курортным табльдотом русский скиталец и беспечный расточитель высмеивается систему упорного и преемственного собирания гульденов для получения через пять поколений тех многомиллионных ГОПЭ и компаний, которые считают себя в праве весь мир судить и велоунах, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Этому франко-германскому типу дельцов Достоевский противопоставляет ширь и свободу русского характера. Рядом с Полиной и Алексеем, как бы возглавляя их союз, высится поистине эпическая фигура — великолепная бабушка Антонид Васильевна Тарасевичева, московская барыня из купеческого шословия, бойкая, задорная, повелительная, хедрая, самовластная. В ней Достоевский с высоким мастерством изобразил вторую жену своего деда Нечаева Ольгу Яковлевну Антипову, древнюю старуху, все еще любившую потранжирить. В игроке увлечение рулеткой обходится ей в добрую сотню тысяч, и, познав у самого гроба соблазны азарта, она возвращается на родину замаливать на краю могилы свой грех. Рулетка немилосердно тяготеет и над судьбой скромного учителя. Чтобы спасти Полину, Айксир Иванович с отчаянным риском играет на рулетке. Ему казалось, что судьба переламывалась надвое. Стояла на ставке вся моя жизнь. Бесстрашный игрок одерживает победу. Он выигрывает двести тысяч франков. Но его подстерезает страшное душевное крушение. Азарт, выигрыш, золото — все это заслонило его безмерное чувство к любимой девушке. Клянусь, мне было жаль Полину. Но странно. С самой той минуты, как я дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег, моя любовь отступила как бы на второй план. Я не вынес денег и закружился. Такова была трагедия итальянского путешествия Достоевского с Аполлинарией Сусловой. Она с изумлением наблюдает этого великого человека, одержимого манией азарта и так бы захваченного всеобщей битвой в этом неумолимом царстве денег. Он сам с ужасом замечает, что его страсть к чарующей женщине слабеет и никнет, что рулетка с ее логическими цифрами поглощает без остатка всю его жизнь. В таких условиях Полина отвергает и помощь любимого ею человека, только что выигравшего для нее двести тысяч. — Я не возьму ваших денег, — проговорила она презрительно. — Как? Что это? — закричал я. — Полина, почему же? Я даром денег не беру. Я предлагаю вам как друг. Я вам жизнь предлагаю. Она посмотрела на меня долгим пытливым взглядом, как бы пронлить меня им хотела. — Вы дорого даете, — проговорила она, усмехаясь. — Любовница де Грие не стоит пятидесяти тысяч франков. В такой бурной смене настроений проходит ночь. Утром она возвращается к вчерашнему разговору. — Ну, отдай же мне теперь мои пятьдесят тысяч франков. Полина, опять, опять начал был и я. Или ты раздумал? Тебе, может быть, уже и жалко? Двадцать пять тысяч флоринов, отсчитанные еще вчера, лежали на столе. Я взял и подал есть. — Ведь они уже теперь мои? — Ведь так, так, — злобно спрашивала она меня, держа деньги в руках. — Да они и всегда были твои, — сказал я. — Ну так вот же твои пятьдесят тысяч франков. Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты. Так неуклонно и неразрывно сочетает Достоевский два основных мотива своей повести — власть и денег в современном обществе и силу чувства в душе его немногих избранных натур. Полина любит только своего игрока, но всем сердцем и навсегда. Мистер Астлейх сообщает Алексею Ивановичу в их последней беседе, что он прибыл в Гомбург нарочно по ее поручению для того, чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно и передать ей все — ваши чувства, мысли, надежды и воспоминания. Да, она любила вас, она до сих пор вас любит. За полтора года их разлуки скромный учитель генеральских детей совершенно опустился. Он служил в коммердинерах, лакеях, сидел в долговой тюрьме, откуда был выкуплен неизвестным лицом, искал русских уроков, играл, рисковал, проигрывал, спускал все свои выигрыши и сохранил одну надежду, что может в какой-нибудь час изменить свою судьбу. Повесть завершается открытым финалом с неизвестными перспективами, но гибель героя неотвратима, как в античной трагедии. Полина опасно заболела в день неслыханного выигрыша Алексея Ивановича и нашла приют у мистера Астлея, который пригласил врача, поручил больное попечение своей родственнице и заявил игроку, если она умрет, вы дадите мне отчет в ее смерти. Вскоре он доставил ее в Швейцарию, где она долго болела, затем в Северную Англию, где она жила в семье его матери и сестры. Скончавшаяся бабуленька оставила ей семь тысяч фунтов стерлингов. Очевидно, Полина вскоре станет мистерс Астлей, но сердце ее принадлежало только русскому бедняку, человеку выдающихся способностей и благородному сердцу, несчастному Алексею Ивановичу, который нам особенно дорог, ибо в его лице Достоевский оставил нам один из своих лучших автопортретов в бурное десятилетие своего увлечения рулеткой. На повороте Глава одиннадцатая Гибель эпохи Второй журнал Вся история второго журнала братьев Достоевских — это его медленная гибель. Попытка спасти в новом виде прекрасный ежемесячник «Время» оказалась безнадежной. Эпоха появилась на свет мертворожденной, и всего редакторского таланта Федора Михайловича не достало на то, чтобы новое издание было столь же блестящим, как первое. Сотрудники Достоевского сообщали в печати, что его журнал «Время» имел решительный и быстрый успех. В первом 1861 году было 2300 подписчиков, во втором 4302, в третьем в апреле около 4000, что к концу года вдало бы, несомненно, годовую цифру предшествующего года. Дело сразу стало прочно и приносило большой доход. «Мое имя стоит миллиона», — заявил Достоевский Страхов в 1862 году, примечание автора. Но в борьбе за спасение своей печатной трибуны Достоевский проявил высокое мужество, и его отчаянная битва за жизнедеятельность второго органа почвенников была полна драматизма. Еще 15 ноября 1863 года Михаил Достоевский обратился к министру внутренних дел Валуеву с прошением о разрешении ему выпускать в 1864 году журнал «Правда» с целью вознаградить подписчиков закрытого в мае времени. Направление нового периодического издания определялось как в полной мере русское, то есть патриотическое и народное. Это означало, что журнал будет придерживаться официального курса. Правительство заняло сложную позицию. Оно разрешило Михаилу Достоевскому выпускать испрашиваемое издание под другим названием «Эпоха», но дало это дозволение лишь в конце января, когда все печатные органы уже успели провести подписку. При этом от журнала требовалось безукоризненное направление и за ним утверждался особый надзор. В таких условиях первый номер эпохи мог выйти только 21 марта, когда никаких надежд на годовую подписку уже не было. Это в сущности предопределило скорый и неотвратимый крах издания. Судьба эпохи оказалась неотрывной от больших исторических кризисов времени. Как отмечал Страхов, в 1863 году совершился глубокий перелом общественного настроения. После величайшего прогрессивного опьянения наступило резкое отрезвление и какая-то растерянность. Это был решительный поворот правительства и общества к реакции, определившей и курс эпохи, полный разрыв с нигилизмом и открытая полемика с современником. В объявлении о журнале «Эпоха» говорилось, что редакция твердо намерена вести журнал в духе прежних изданий М. Достоевского, стремясь к разработке общественных и земских явлений в направлении русском, национальном. Это было продолжение почвенничества, но уже в духе правого славянофейства. Резко осуждалось обличение существующего строя, отвергалась социальная критика, исключалась политическая сатира. Нужно приветствовать свою историчность России и остерегаться всестирающей цивилизации Запада. Не должно впадать в отвлеченность и жить по-чужому, то есть по доктринам социализма. Все это усиливало охранительные тенденции эпохи и не оставляло простора для свежих новых жизненных суждений о больных явлениях действительности. Ценным оставалось утверждение, что самобытность и оригинальность народной жизни выразились полнее всего в русской литературе. В эпохе будут участвовать Тургенев, Островский, Федор Достоевский, Аполлон Майков, Прихеев, Полонский и другие известные авторы, любимые читателями. Такую консервативную программу, но с общей ориентацией на великий творческий идеал в русскую литературу, Достоевский и стремился проводить в эпохе. Задача в основном оказалась ошибочной, и журнал еле выдержал первый и единственный год своего существования. Он скончался естественной смертью на своей тринадцатой книжке по календарному счету февральской, но вышедшей в свет 22 марта 1865 года. Такова была краткая жизнь и быстрая гибель эпохи. 1864 год — это страшный год в жизни Достоевского. И, конечно, не только по судьбе его журнала, но и по тягчайшим личным потерям и особенно по окончательному мировоззренческому повороту Достоевского. Он занял позицию, на которой самые великие писатели, каким он, несомненно, был, всегда терпели поражение. Он стал на защиту реакции против передового движения времени. Это едва ли не высший трагизм всего его мучительного существования. Достоевский художник сохранил свой творческий дан, но как борец и политический мыслитель он был отброшен шквалом истории в стан ее темных и зловещих сил. В этом не только личный трагизм его писательской судьбы, но, быть может, одна из глубоких катастроф русской литературы. Стоит на мгновение представить себе, какую могучую эпохисть, эпопею для будущего человечества оставил бы нам мудрец и трагед Гостоевский, если бы он продолжал жить социалистическими увлечениями своей молодости, чтобы понять огромные размеры этого события и весь печальный смысл этой утраты. Но гениальный романист был сломлен своей эпохой и уж не мог отважно и дерзостно пойти свободным путем Герцена, Гейне или Гюго. Мертвая хватка царизма прервала наметившийся рост вольнолюбивых мечтаний юного Достоевского, жестоко изломала его молодую судьбу, властно приковала его к своему железному делу и, вероятно, одержала мрачнейшую и печальнейшую из своих побед, насильственно отторгнув эту огромную творческую силу у той литературы грядущего обновленного мира, который так жадно прильнул на заре своей деятельности молодой ученик Белинского и Спехнева. Повесть «Декларация» В первом же номере эпохи Достоевский опубликовал начало своей новой повести «Записки из подполья». Писатель словно на минуту решается быть последовательным до конца, чтобы высказать свой накипевший за два десятилетия мучительный скептицизм. Записки из подполья – одна из самых обнаженных страниц Достоевского. Никогда впоследствии он не раскрывал с такой полнотой и откровенностью все интимнейшие, непредназначенные на показ тайники своего духа. Это первая у Достоевского критика социализма, первое открытое провозглашение эгоцентрического и аморального индивидуализма. С презрением и богохульными насмешками Достоевский сжигает все, чему поклонялся в годы близости к Белинскому и Петрашевскому. Он словно вымещает на духовных вождях своей юности тяжкие годы каторжных испытаний, клемяя их оскорбительными осуждениями и пафлитическими выпадами. Романтизм и социализм, питавшие фантазией и раздумья юноши Достоевского, признаются теперь тем прекрасным и высоким, которое сильно-таки надавило затылок за сорок лет. Вождей утопического социализма иронически называются теперь любителями рода человеческого, благонравными и благоразумными людьми надзвездными романтиками, а учения их системами счастья, теориями разъяснения человечеству настоящих нормальных его интересов, которые якобы противоречат непобедимым инстинктам его внутренней вольности и врожденной независимости характера. Отвергается раз и навсегда в силу иррациональной натуры человека возможность устроить людей по заранее обдуманному плану, и в противовес утопическим построениям фурьеристов провозглашается безграничная свобода человеческого хотения, законность его страсти к разрушению и хаосу, неприкосновенность всех прихотей и разрушительных капризов индивидуального произвола. Опять фурьеризму противополагается Штирнер, но на этот раз победа остается за ним. Повесть задумывалась как полемика с Чернышевским. Революционные демократы стремились построить разумное общество установлением социалистического строя. Почвенники превыше всего дорожили внутренней культурой личности, этическими нормами поведения, моральными страданиями. Теория разумного эгоизма, по их мнению, не может ответить на все запросы человеческой натуры. Нельзя регулировать всю жизнь одним рассудком. Есть еще чувство и воля. Человек из-под поля не приемлет социальных теорий, систем, классификаций, которые со временем принесут пользу всем. Он не дорожит этим утилитаризмом и предпочитает ему вольное хотение, то есть самую выгодную выгоду. Все это ни в чем не могло поколебать революционного учения Чернышевского, принципы борьбы масс, философского материализма как действенной силы жизни, освобождение трудящихся от всяческого рабства, перехода государственной власти в руки народа, новых основ творчества для создания всенародного реалистического искусства. Огромные масштабы этого учения не могли быть поколеблены критическими попытками вождей почвы, и только обнаружилась невозможность для них опровергнуть теорию разумного эгоизма новую этику и эстетику этого гениального провидца. Резкость и ожесточенность нападок Достоевского на роман «Что делать?» объясняется острым кризисом его мировоззрения, вызвавшим его отказ от социалистического гуманизма сороковых годов. Он борется теперь во имя безграничного индивидуализма, противопоставляя личную волю всемирной истории. Утопический социализм с его обещаниями всеобщего счастья представляется герою Достоевского прекраснодушной ложью, оторванной от настоящей действительности, от сегодняшнего Петербурга с его мрачными улицами, мокрым снегом и погибающими девушками. Полемика Достоевского с революционными демократами завершается эпизодом встречи подпольного парадоксалиста с одной падшей. Некрасов обращался к такой отверженной с благородным призывом «И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полной войти». Почвенники не разделяли этих этических положений революционных демократов. Роман «Что делать?» вызывал бурные протесты консервативных кругов прежде всего своей новой моралью. Отказ от устарелых форм феодального брака представлялся крушением незыблемых семейных основ современного общества. Достоевскому был известен случай, незадолго до того происшедший с Аполлоном Григорьевым. В 1859 году критик-поэт увлекся девушкой из мира отверженных. Ее называли «Устюжской барышней» по ее происхождению. Звали ее Марии Федоровной Дубровской, дочь уездного учителя, алкоголика, скептика и вольнодумца, она отличалась пытливым умом и страстным нравом. Григорьев был увлечен ее устремленностью к новой жизни, так и ее оригинальной внешностью. Каким-то профилем цыганки, какой-то грустной красотой. Долго он мечтал спасти ее, перевоспитать, ввести в свою жизнь, но прошлое и засосавшие тина настоящего оказались непреодолимыми. В 1861 году он увозит ее в Оренбург, где переживает полное крушение своих последних надежд на счастье. В 1862 году они расстаются, видимо, навсегда. В эпилоге его поэмы, посвященной этой многогрешной Марии, описано некрасовское по выражению самого Григорьева «ночь, зима, голод, больной ребенок» в жанре «едуль ночью по улице темной». В ученых записках Тартусского государственного университета выпуск 139-й 1963 год Егоров опубликовал материалы об Аполлоне Григорьеве из архива Страхова, хранящиеся в рукописном отделе Библиотеки Академии наук Украинской ССР, Киев. Дипломантка Тартусского государственного университета Будиловская обнаружила в этом рукописном собрании шесть писем устьюрской барышни, сообщающие ряд неизвестных сведений о ней, начиная с фамилии. Григорьев не расстался с ней в Оренбурге в 1862 году, их совместная жизнь продолжалась в Петербурге до марта 1863 года. В 1864 году, когда он доживал в долговом отделении свои последние дни, она стремилась повидаться и проститься с ним. Мне очень жаль его. Последним известием о ней является ее письмо к Страхову от 8 мая 1866 года, где она просит о материальной помощи. Примечание автора. Эти мотивы страстных мечтаний и безысходного разрыва зазвучали по-новому в записках из подполья, жестко, насмешливо и резко. Полемический критицизм Достоевского направлен здесь не против обреченной девицы, несчастью которой он явно сочувствует, а против ее раздраженного и безвольного собеседника, при всем его уме беспомощного перед повсеместным явлением страдающего человека. Кто же безыменный герой записок из подполья? Это уединившийся, скрытный и саркастический мыслитель, возненавидевший всех преуспевающих прогрессистов, якобы добывающих славу на своих передовых принципах, в которые они сами не верят и которые обитатель подполья признает ловушкой и ложью. — Я горжусь, — писал Достоевский в своих записных книжках, — что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, самоказни, сознании лучшего и в невозможности достичь его, и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, и, стало быть, не стоит и исправляться. Такой невиданный персонаж получает от самого Достоевского кличку антигероя. Его история — повесть о том, как он монкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщательной злобой в подполье. Это уединение ведет к росту недоверчивости и очерствению сердца. «Мне не дают! Я не могу быть добрым!» Находит, наконец, ключ к своей драме этот лишивший себя права на простое общечеловеческое счастье. Потому-то он и отлучен от всего героического, от всякого гуманизма, борьбы, праведности, альтруизма всего, чем крепка жизнь. Но есть в повести героиня. Она тоже противоположна всему высокому и прекрасному. Она принадлежит всем, но полюбила одного, пусть самого недостойного. И это спасает ее, выводит в живую жизнь, в надежду и мечту о лучшем, о семейном. Ее зовут Лиза, и поистине она заслуживает, чтобы мы запомнили ее имя. Подпольный парадоксалист, только что подвергшийся публичному оскорблению, вымещает на ней свою обиту. Он морально истязает ее картинами чистой жизни и материнского счастья, в которых ей навсегда отказано ее профессии. С неотразимой убедительностью рисует он ожидающую ее участь. Переход из одного притона в другой худший. До подвала на Сеной, где ее ждут привязчивые болезни, побои, долги хозяйки заведения, злая чахотка, а там и смерть, и яма с водой. В ответ на эти предсказания она разражается страшными рыданиями. Сам безжалостный рассказчик растерян и смущен. Через несколько дней она пришла к нему со словами надежды, с тоской по чистой жизни, с затаенным признанием «я оттуда хочу совсем выйти». Все это представляется ему сентиментальной комедией и приводит его в ярость. Подполье захватывает его целиком, и он иступленно корит несчастную девушку за ее добрый порыв. Но тут случилось вдруг странное обстоятельство. Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал в себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив. Достоевский сатирик вырастает здесь в мастера тончайшего духовного портрета. Героиней стала она, а он — униженным и раздавленным сознанием. Но на ее восторженность и нежность он отвечает новым оскорблением, уже похожим на мщение. Лиза ушла, не откликаясь на его зовы, сохраняя свое человеческое достоинство, и только тогда он увидел на столе брошенную ею смятую синюю бумажку, ту самую, которую минуту назад зажал в ее руку, чтобы навсегда отрезать ей пути к надежде, к чистоте, к возрождению, к человечности, к любви. Таков пролог к большим романам Достоевского. Записки из подполья — непосредственный этюд к преступлению и наказанию. Они были написаны как раз перед этой книгой. Неудивительно, что они произвели сильное впечатление на Аполлона Григорьева, признавшего, что именно в этом произведении художник нашел свою манеру. «Ты в этом роде и пиши», — таков был завет умирающего критика своему другу-романисту. Достоевский последовал совету. Преступление и наказание — углубленное развитие повести 1864 года, выдержанное в том же методе философской проблематики, вплетенной в личную драму героя. Раскольников, как и подпольный человек, отъединяется от мира для вольной критики его незыблемых законов, согласно своему свободному хотению. И в этой оторванности от людей, умственно измученной и душевно источенной, он обращается за спасением к девушке с улицы, от которой получает в ответ на свои моральные пытки, великий дар сочувствия и сострадания. В целом, ряде основных моментов преступления и наказания являют дальнейшее развитие записок из подпорья, осложненных трагедией убийства и всем комплексом, связанных с нею психологических и моральных проблем. Так будут строиться отныне все романы Достоевского — идеологически и трагедийно. Автор сам определил композиционный закон в своей повести. По тону своему она слишком странная, и тон резок и дик, может, не понравится. Следовательно, надобно, чтобы поэзия все смягчила и вынесла. Поэзия — это Лиза. Образ ее освещают все эти беспросветные потемки. Первоначальные записки из подполья строились из трех глав, различных по содержанию, но внутренне единых. Первая глава — монолог, полемический и философский. Вторая — драматический эпизод, подготавляющий к третьей главе катастрофическую развязку. В письме к брату по поводу предстоящего опубликования записок из подполья Достоевский писал. Повесть разделяется на три главы. В первой главе может быть листа полтора. Неужели ее печатать отдельно? Над ней насмеются, тем более, что без остальных двух, главных, она теряет весь свой сок. Ты понимаешь, что такое переход в музыке? Точно так и тут. В первой главе, по-видимому, болтовня. Но вдруг эта болтовня в последних двух главах разрешается неожиданной катастрофой? В окончательной редакции записок из подполья всего две главы — «Подполье» и «По поводу мокрого снега». Первоначально выделялся, очевидно, в отдельную главу эпизод встречи со школьными товарищами, предшествующей новелле о Лизе. Но в позднейшей работе эта встреча, видимо, показалась Достоевскому недостаточной для самостоятельного раздела. Примечание автора. Достоевский с большой тонкостью переносит в план литературной композиции закон музыкального перехода из одной тональности в другую. Повесть строится на основах художественного контрапункта. Психологическая пытка падшей девушки во второй голове отвечает оскорблению, полученному ее мучителем в первой, и в то же время противоположна по своей безответственности ощущению его уязвленного и озлобленного самолюбия. Это и есть пункт против пункта. Пунктум контрапунктум. Это разные голоса, поющие различно на одну тему. Это и есть многоголосье, раскрывающее многообразие жизни и многосложность человеческих переживаний. «Все в жизни контрапункт, то есть противоположность», говорил в своих записках один из любимейших композиторов Достоевского, Михаил Иванович Глинка. В такую сложную форму облег Достоевский свой декларативный отказ от ранних мечтаний о будущем социалистическом строе, открывая ряд больших произведений, где он не перестает искать правды грядущего обновленного мира вне великих социальных идей, озаривших его молодость. Переезд Достоевских в 1859 году из Семипалатинска в Петербург оказался подлинным несчастьем для Марии Дмитриевны. В семье мужа она сразу встала в подозрительно враждебные отношения больной и бедной родственницы, мнительно чующий неприязнь и торопящийся ответить на нее всем запасом своего раздражения и озлобления. Всю жизнь она была убеждена, что имеет в лице своего деверя Михаила Михайловича тайного врага, и только на смертном одре проявила желание с ним примириться. Необычайно оживленная деятельность ее мужа в период издания двух журналов проходит мимо нее. У Достоевского свое общество, в которое она не вхожа. Но особенно пагубно отразился переезд на ее слабом здоровье. В сухом воздухе Сибири болезнь Марии Дмитриевны развивалась сравнительно медленно, но в сыром Петербурге легочный процесс резко ухудшается и становится по тогдашнему медицинскому термину злой чахоткой. Зимой 1862-1863 года больная уже в явной опасности, и врачи настаивают на перемене места жительства. По свидетельству Достоевского, жена его, пережив весну, то есть не умерев в Петербурге, оставила Петербург на лето, а может быть и доле, причем я сам ее сопровождал из Петербурга, в котором она не могла переносить более климата. Для продления уже обреченной жизни был выбран Владимир, расположенный в лесной зоне, в то время малолюдный и тихий провинциальный город. Но, видимо, условия лечения оказались и здесь неподходящими, и осенью 1863 года умирающую перевозят в Москву, где лечение ее берет на себя Шурин Достоевского, доктор Иванов. Главным целебным средством от туберкулеза был признан в то время кумыс, но в последней стадии болезни это средство оказалось уже бессильным. Психическое состояние больной совершенно расстраивается. С ней случались странные галлюцинации. Иногда она начинала вдруг шептать «Черти, вот черти!» И только после того, как доктор при ней раскрывал форточку и симулировал изгнание чертей из комнаты, больная успокаивалась. С весной наступает обычное у чахоточных обострение болезни. И в середине апреля Достоевский сообщает брату «Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок, хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить». На другой день, 15 апреля 1864 года, наступил эпилог самому мучительному роману Достоевского «Марья Дмитриевна скончалась». «Она любила меня беспредельно», — писал впоследствии Достоевский. «Я любил ее тоже без меры. Но мы не жили с ней счастливо. Несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе, по ее страстному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру, мы не могли перестать любить друг друга. Даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу». А 16 апреля перед остывающим телом жены Достоевский заносит в свою записную книжку несколько размышлений о смысле любви, брака, призвании отдельной личности на земле. 16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. И так человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву свое я людям или другому существу, я и Маше, он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. И так человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения завета, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна. В этой записи много мистицизма, но ясно одно. Достоевский по-своему глубоко любил усопшую, и смерть ее переживал трагически. Она вдохновила художника на одну из его величайших страниц, и через полтора года в «Преступлении и наказании» в образе Катерины Ивановны Мармеладовой Достоевский произнес свою творческую отходную памяти первой жизненной спутницы. Подвергая обычной художественной переплавке сырые материалы действительности, он повторил в судьбе и личности измученной подруги Мармеладова многие обстоятельства из биографии своей первой жены. Беспечная молодость, брак с горьким пьяницей, нищета безнадежная, развитие чахотки, припадки злости и потоки покаянных слез — все эти черты Катерины Ивановны описаны с близкой натуры. Достоевский использовал при создании этого образа и некоторые штрихи кузнецких писем Марии Дмитриевны. В день смерти Мармеладова Катерина Ивановна принимает подаяние — трехрублевую зелененькую кредитку. Даже во внешнем облике своей героини Достоевский зарисовал черты своей первой жены в ее предсмертную эпоху. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и, действительно, с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и нервно-прерывисто дышала. Глаза ее блестели, как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшего на лице ее. Такою запомнил Достоевский свою первую жизненную спутницу. В рембрандтовском освещении петербургских квартир, в игре густых и беглых теней, набегающих на ее изможденные щеки и оттеняющих неподвижно горящие глаза, лик великомученицы, изнемогающей на плахе жизни. Таким темным медальоном украсил Достоевский могилу своей подруги. Несколько слов о Михаиле Михайловиче. «Беды вереницами ходят», — говорил в крепостную эпоху русский народ. Биография Достоевского часто подтверждала эту крестьянскую мудрость. И, может быть, всего более в 1864 году. Не успели похоронить Марью Дмитриевну, как обнаружилось серьезное заболевание старшего брата Достоевского Михаила. Болезнь подкрадывалась медленно и незаметно. В начале воспаление печени не возбуждало опасений. Больной продолжал усиленно работать над очередными книжками эпохи. Понемногу страдания усиливались. Появились беспокойство и раздражительность. В июне доктора стали предупреждать об опасности. Но главный редактор возродившегося журнала не хотел прекращать свои работы. Он занимался даже накануне смерти, и болезнь перешла вдруг в безнадежное состояние. 10 июля 1864 года Михаил Достоевский скончался. Из всех родственников Федора Михайловича это был самый близкий ему человек, его главный помощник и соратник, если не считать годов изгнания, когда старший брат проявлял крайнюю осторожность в отношениях с лишенным всех прав состояния младшим. Но характерами они не были схожи. Лишь в ранней юности Михаил увлекался поэзией и верил в свое призвание поэта. «Пусть у меня возьмут все. Оставят на гимн меня, но дадут мне Шиллера, и я позабуду весь мир», — пишет он в 1837 году своему отцу. «Тот, кто веет в прекрасное, уже счастлив». Жизнь вскоре оборвала этот ранний романтический период. От интимной лирики юноша, уже обремененной семьей, обращается к литературным заработкам и становится сотрудником петербургских журналов по отделам билетристики и критики. Бурный 1849 год отразился и на его судьбе. Федор Михайлович упомянул об этом в небольшой статье, посвященной покойному в июинской книжке эпохи за 1864 год. Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском. Она не свободна от обычных в таких случаях восхвалений и далека от биографической достоверности. «Когда-то в молодости своей он был самым страстным, самым преданным фурьеристом», — характеризовал умершего младший брат, хотя Михаил Михайлович был неизменно чужд всякой страстности и оппозиционности. Он бывал на пятницах Петрашевского, но никогда не выступал в прениях. Его считали очень сдержанным, расчетливым и осторожным. Не ясла его роль и в процессе Петрашевцев. Он был арестован в мае 1849 года, но в июне освобожден с резолюции департамента полиции. Отставной поручик М.М. Достоевский не только не имел никаких преступлений против правительства, но даже им противодействовал. Он был за это награжден императорской канцелярией. Сохранилось его письмо к начальнику третьего отделения Дубльту. Впервые опубликовано Далининым в комментариях к письмам Федора Михайловича Достоевского. Москва. Ленинград. 1928 год. Том 1. Страница 501. Примечание автора. Ваше превосходительство. Милостивый государь Леонтий Васильевич. На милостивое письмо вашего превосходительства от 16 сего июля честь имею отвечать, что всемилостивейшие, пожалованные единовременно в пособие деньги 200 рублей серебром, мною получены 28 числа всего месяца. С глубочайшим почтением честь имею прибыть вашего превосходительства покорнейшим слугою Михаил Достоевский. Июля 30-го 1849 года. По воспоминаниям третьего брата, Андрея Михайловича Достоевского, также арестованного в апреле 1849 года и вскоре освобожденного по непричастности к делу, в обществе и даже в чиновничьих кругах распространились слухи о том, что один из трех братьев, это, конечно, не мог быть Федор Михайлович, сосланный на каторгу, предал своих братьев по делу Петрашевского и сам через это высвободился из дела целым и невредимым. Это не мог быть и Андрей Михайлович, никакого отношения к обществу петрашевцев вообще не имевший и никакой царской награды за ошибочный арест не получивший. Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, Ленинград, 1930 год, примечание автора. Такова несколько таинственная страница старинного политического процесса, который еще ждет своего полного освещения и разрешения. В своем некрологии Достоевский дает высокую оценку брату как редактору больших ежемесячников. На самом деле он приписывал скромному литератору Михаилу те живые, горячие и творческие черты блестящего публициста, какими отличался он сам, яркий и увлекательный журналист-философ, сатирик и полемист огромной силы, подчас острый ферритонист и мастер-бородия. Официальный же редактор-издатель «Времени и эпохи» был по преимуществу коммерческим администратором этих изданий, весьма далеким от выработки программы обоих журналов и идейного руководства их направления. Сам Михаил Михайлович называл себя «купцом». В 50-х годах он действительно был владельцем табачной фабрики. Федор Михайлович писал Врангелю о подлинной структуре их редакции. «Ведь и время я начал, а не брат. Я его направлял и редактировал». Это еще в большей степени относится к эпохе. Михаил Достоевский был лишь способным переводчиком, давшим для своего времени удачные русские версии разбойников Дон Карлоса и Рейнеке Лиса. Этим ограничился вклад старшего из братьев в русскую культуру. Смерть его принесла полное разорение осиротевшей семье и непоправимый удар по большому литературному делу, созданному дарованиями его брата Федора, Аполлона Григорьева, Страхова, Серова. Издателя они действительно лишились. После брата осталось всего 300 рублей. И на эти деньги его похоронили. Кроме того, до 25 тысяч долгу. Весь кредит журнала рушился. Не копейки денег, чтобы издавать его, а додать надо 6 книг, что стоило 18 тысяч рублей минимум. Да сверх того удовлетворить кредиторов, на что надо было 15 тысяч. Итого надо было 33 тысячи, чтобы кончить год и добиться до новой подписки журнала. Семейство его осталось буквально без всяких средств. Хоть ступай по миру. Я у них остался единой надеждой. И они все, и вдова, и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно. Мог ли я их оставить? Самым практичным, как считал сам Достоевский, было прекратить издание журнала и жить литературным заработком. Но чтобы спасти честное имя покойного брата и удовлетворить полностью кредиторов, он решает продолжать издание эпохи большого органа, которого высшим напряжением своей воли хочет придать значение одного из лучших русских журналов. Все шансы были тогда за журнал, вспоминал он в 1868 году. С его успехом отдавались все долги и спасалось все семейство от нищеты. Не издавать журнала было бы тогда преступлением. Постоянные сотрудники двух изданий братьев Достоевских решают поддержать редактора своим трудом. Русский гамлет Аполлон Григорьев с увлечением работал в эпохе, где меньше чем за полгода напечатал статьи о русском театре, два открытых письма к Федору Достоевскому «Парадоксы органической критики» и новые главы выдающихся художественных мемуаров об идейно-поэтических веяниях своего времени «Мои литературные и нравственные скитальчества». В июле 1864 года Аполлон Григорьев снова попадает в долговое отделение, где пытается продолжать свою работу в эпохе. Но жизнь в заточении невыносима. Он болеет, сходит с ума от тоски. 21 августа его посещает Федор Михайлович. Григорьев умоляет своего редактора и друга выкупить его, на что требовалось около ста рублей. «Если я для эпохи нужен, то принеси эту жертву, спаси и выручи». Через несколько дней он просит запиской Достоевского прислать хоть немного денег под литературную работу, ибо он совершенно обносился, и ему необходимо уплатить портному 15-20 рублей, чтобы иметь возможность выйти на улицу. 2 сентября он подводит печальные итоги своей 20-летней литературной деятельности. Он пишет краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям. Беглая автобиография звучит как завещание или последнее прощание с близкими. Она заканчивается словами «Писано сие, конечно, не для возбуждения жалости к моей особе ненужного человека, а для показания, что особо сия всегда пребывала фанатически преданною моим самодурным убеждениям». Вечный Дон Кихот или «Ламанчский герой», как называл себя сам Аполлон Григорьев, скидающийся софист, последний романтик, уходил из литературы и жизни. 21 сентября после двухмесячного пребывания в заключении критик-поэт узнает, что он выкуплен из долгового отделения какой-то незнакомой женщиной. 22 сентября он выходит из Тарасовского дома. А через два дня, 25 сентября 1864 года, он погибает от внезапного удара. Создателя органической критики и автора «Цыганской венгерки», которую великий поэт другого поколения Александр Блок назвал единственным в своем роде перлом русской лирики, хоронили 28 сентября на Митрофаниевском кладбище. Народу собралось немного. Сотрудники журнала «Эпоха» Достоевский, Страхов, Аверкиев, Полонский, несколько литераторов из библиотеки для чтения во главе с ее редактором Бабарыкиным, несколько актеров, ценивших театральные рецензии одного из лучших обозревателей русской сцены, Васильев, артистка Владимирова. Присутствовали также неизвестные личности в поношенных одеяниях товарищи Григорьева по долговому отделению. В пустой кладбищенской церкви заметили в углу какую-то молодую девушку в платочке. Она точно пряталась от всех и тихо плакала. Погода стояла хмурая, провожавшие зашли закусить в Кухмистерскую. Здесь была и пожилая дама, генеральша Бибикова, развлекавшая своих собутыльников рассказом о том, что именно она выкупила из Тарасова дома только что погребенного литератора, за что он якобы предоставил ей право на поспектакльную плату переведенной им драмы «Ромео и Юлия». Все это производило удручающее впечатление смесью лжи со сплетней. Вся беспомощность, вся низменность общественного положения русского литератора сказывалась тут беспощадно, — вспоминал Страхов. Речей над раскрытой могилой не произносилось. Но в осенних книжках эпохи за 1864 год были напечатаны литературные письма Григорьева и статьи о нем Страхова, Достоевского, Аверкиева. В своем мемуарном некрологе Страхов описывал последнюю встречу с Аполлоном Григорьевым в долговом отделении дней за 10 до смерти критика. Его бледная орлиная фигура сияла светом мысли. Григорьев начал развивать свою любимую идею о необходимости защищать самобытную жизнь областей, которые восстали еще в смутное время на власть Москвы. Сказывалась и глубокая народность его исторических воззрений и безграничная любовь критика к русским песням, сказаниям, стихам, всегда увлекавшим его своей ширью и вольностью. Разговор наш происходил утром после одной из тех ночей, которые Григорьеву приходилось проводить без сна. Он заполнял в таких случаях время как бы внутренними диалогами со своими ближайшими друзьями-мыслителями. Воодушевление Григорьева отличалось на этот раз какой-то особенной живостью и силой. Тут невольно могло прийти на мысль, что есть в жизни что-нибудь повыше личного страдания. Перед этим человеком, больным, одетым в плохие обноски и сидящим в долговом отделении, и который, однако же всей душой погружается в общий интерес, и о нем одном думает все бессонная ночь, перед этим человеком стало бы стыдно всякому, кто слишком усердно носился бы со своими личными интересами. Какой волнующий и драматический портрет этого рыцаря литературы, впавшего в нищету, но и в своей ужасающей яме преисполненного энтузиазма к мысли, слову и творчеству. По-иному осветил его образ Достоевский. Он писал о великолепных исторических письмах Аполлона Григорьева, в которых так типично обрисовывается один из русских гамлетов нашего времени. Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт. Григорьев был бесспорный и страстный поэт. Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо почвенный, крежевой. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура. Не говорю, как идеал, это разумеется. Достоевский воспринял много идеи Аполлона Григорьева о народе, о почве, о Пушкине, об искусстве. Но критик-поэт оказался близким романисту и как личность, и как тип, и как талант. Достоевский любил такие широкие русские характеры — вольные, разбульные, вдохновенные, творческие и, вероятно, не без раздумий об этом поэте-мыслителе и критике-философе, создавал образы безудержных русских людей, получивших одно из своих высших выражений в страстной, окрыленной, бурнопламенной и вдохновенной натуре Митеньке Карамазова. «Три смерти на протяжении полугода вызывают у Достоевского ощущение полного одиночества. И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое», — пишет он Врангелю 31 марта 1865 года. «Стало все вокруг меня холодно и пустынно». Душевной драме соответствовало полное банкротство журнального дела Достоевского. На мне, кроме того, до десяти тысяч вексельного долгу и пять тысяч на честное слово. О, друг мой! Я охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Но Достоевский никогда не знал отчаяния. Он и теперь был готов к борьбе за свой творческий труд. Марфа Браунд В одном из писем Каполинарии Сусловой, вспоминая свою непереносимую тоску после смерти жены и брата, Достоевский не скрыл, что увлечение к жизни и страсти не угасло в то время в его душе. Я думал еще на эти сердца, которые бы отозвалось мне, но не нашел. Осенью 1864 года эти поиски взаимного чувства привели Достоевского к очень кратковременному, но чрезвычайно своеобразному роману. Его, видимо, захватила оригинальная личность и беспримерная судьба одной безвестной женщины, случайно повстречавшейся ему на пути. Один из сотрудников журналов Достоевского, очеркист Петр Горский, ввел в конце 1864 года в редакцию эпохи свою подругу Марфу Браун, Панину, искавшую литературных заработков. Это была молодая русская женщина из мещанской среды, нелишенная интеллигентности и способностей. Она хорошо владела английским языком, отличалась решительным и смелым характером, писала живо и метко. «Я всегда была того мнения, что жизнь создана для впечатлений», сообщала она Достоевскому. Видно уже, в юности судьба забросила ее в стремительный и мутный поток каких-то международных приключений. В конце 50-х годов она согласилась уехать в чужие края на эмигрантском корабле, в шумной толпе иностранных авантюристов, среди искателей фортуны и всевозможных дельцов, не имея никаких средств и рискуя жизнью как азартной ставкой. «Не потеряв ничего в России, я ничего не выиграла моей поездкой за границу», — вспоминала она по возвращении. «Мне решительно все равно, куда бы судьба ни занесла меня. Я хоть сию минуту опять готов ехать куда угодно. Мне везде приходилось бороться с нуждою, везде ждал меня только один труд, и не время было философствовать даже тогда, когда приключения отвлекали меня против воли от моих занятий». В письмах Браун можно найти указание на попытки ее сблизиться с людьми образованными, приобщиться к умственному труду, неосуществимому из-за вечной нищеты. После того, как иммигрантский корабль выпросил ее на берег Англии, она пыталась наладить свою духовную жизнь, но безуспешно. Ее бросала по странам и городам и отбросила на время в Австрию. Так прошли четыре года. Непредвиденный случай заставил меня искать убежище в Турции. Незаконно схваченное в Вене, я никогда не достигла своего назначения. Начинаются такие же бесцельные и бессмысленные скитания по всем европейским странам в обществе каких-то подозрительных субъектов, словно в беспрерывной погоне, как бы спасаясь от преследований, арестов и гибели. По Австрии и Пруссии я мчалась вихрем с каким-то венгерцем, потом в течение семи месяцев с какими-то англичанами, искателями приключений. С утра до вечера, никогда не зная отдыха то пешком, то верхом, должна была изъездить всю Швейцарию, всю Италию, Испанию и, наконец, Южную Францию. В Марселе рассталась с ними, очутилась в Гибралтаре, но какой-то пустой искатель славы, француз, за известную плату и прямо из маскарада поехал вместе со мною в Бельгию, а оттуда в Голландию. Из первой страны нас удалили, из второй прямо выгнали, и я из военно-арестантского дома Роттердама очутилась в Англии без средств, без знания языка. Жила два дня в полиции за попытку на самоубийство, потом две недели с лондонскими бродягами под мостами водопроводами Темзы, потом, сама того не зная, поступила в услужение к раздатчику и сообщнику делателей фальшивых монет. Не зная хорошо языка, обратила на себя внимание разных миссионеров с духовными трактатами, которые все наперерыв, но очень разнообразно и так ревностно передавали мне свои пастырские наставления, что я в два месяца уже не только ознакомилась с английским языком, но и со всевозможными английскими сектами. Наконец, один методист отвез меня к себе на остров Герези, где я несколько времени спустя сочеталась браком с матросом прибывшего корабля из Балтиморы и отправилась, напутствуемая благословениями моего патрона, устраиваться попеременно в Аймуте, Брайтоне и, наконец, в Лондоне. Это был, конечно, один из интереснейших человеческих документов, когда-либо попадавших в руки Достоевского. Он не знал ни одной русской женщины с такой необычайной судьбой и, притом, рассказанной с такой правдивостью, а подчас и с таким отчаянием, как указывает сама корреспондентка. Ужас ее состояния усилился с момента ее возвращения на родину. Это было в 1862 году. Она очутилась в полном одиночестве. Ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Никто не знает меня. Ни один родной голос не откликается мне. Почти никто не признает ее русской. Она снова пытается осуществить свои мечты об умственном труде и попадает, наконец, в общедоступные кружки литературной богемы при убогих редакциях третьестепенных журналов. Она знакомится здесь с редактором народных словарей Карлом Флемингом, живущим в крайней бедности, ибо пьет мертвую чашу, и все же решает поселиться у него, чтобы вести его дела или его хозяйство. Через год она поселяется у талантливого очеркиста и билетриста Петра Горского, произведение которого охотно печатал Достоевский в своих журналах. Например, «Бедные жильцы в больнице» и «На морозе», «Высокая любовь». Но и этот литератор, видимо, искренне полюбивший Марфу Браун, живет впроголодь и страдает алкоголизмом. «С Флемингом я опустилась до нищенства», — сообщает она Достоевскому 24 декабря 1864 года. «С Горским у нас доходило до крайних пределов бродяжничества, не уступавшего иногда моим английским. Отсюда просьба этого бедняка к своей подруге написать путешествие по Англии или отсрочить свою выписку из больницы, несмотря на полное выздоровление, чтобы только не предаваться разврату из-за голода и нищеты, что для него было бы непереносимо. Он мне и жалок, и страшен», — описывает эту драму сама истрадавшаяся женщина. Какие потрясающие душевные конфликты! Какой материал для великого романиста! И вот, наконец, на этом долголетнем пути сплошных бедствий и угнетений короткое, но безмерное счастье. К ней нисходит, как Магадев к Боядерке в балладе Гёте, великий гений с глубоким и горячим сердцем. Он все понимает и на все отвечает любовью и участием. Несмотря на удручающее состояние дел по организирующей эпохе, Достоевский оказывает своей новой знакомой материальную помощь и привлекает к литературной работе. Она, несомненно, отвечает на его интересы и запросы широко и откровенно, сообщая ему в письмах свою отрывочную и взволнованную автобиографию, словно выдержанную в тональности его великих и мрачных романов. Он беседует с ней о той духовной гармонии, которая может установиться в их отношениях. Он предлагает ей в случае дальнейших обострений ее житейской борьбы немедленно же оставить свою палату и прийти к нему. Несмотря на тяжелую госпитальную обстановку, на сибирскую язву, тиф и прочие инфекции в Петропавловской больнице, этот удрученный и нервно-мнительный человек, не задумываясь, идет к ней для долгой дружеской беседы. Она отвечает ему письмом. Сквозь вежливые фразы эпистолярного стиля чувствуется вся беспредельность ее благодарности к этому необыкновенному человеку. Извините меня за пространность моего письма и позвольте мне искренне поблагодарить вас за ваше доброе расположение ко мне и за удовольствие и честь, которые вы мне доставили вашим посещением. Я никогда не смело надеяться на такое лестное для меня внимание с вашей стороны. Что касается до меня, то если я могу быть вам сколько-нибудь полезным моим трудом и моею преданностью, то душевно готова служить вам. В середине января эти письма подписываются уже не фамилией, а только именем. В этом тоже ощущается желание Марфы доказать свою душевную преданность тому, кто имеет такой высокий авторитет между людьми умными в среде русских писателей. Она чувствует себя озаренной и согретой его именем. Происходят, конечно, величайшие события в ее несчастной скитальческой жизни. Поразителен общий тон ее писем. Она не рассчитывает на длительность их отношений и благодарна даже за кратковременную радость. В минуту сердечной откровенности Достоевский как-то заговорил с Марфой Браун о возможности продолжения их знакомства. Приоткрыл просвет. Счастливое будущее. Это возродило ее и преисполнило великих надежд, но не получило развития. И Марфа Браун написала свое последнее письмо Достоевскому. Вторая половина января 1865 года. Милостивейший государь Федор Михайлович, может быть, я употребляю во зло вашу снисходительность и пишу вам слишком часто, но вы уже оказали мне столько внимательного участия и уже настолько удостоили меня своего доверия, что я со своей стороны сочту неблагодарную низостью не быть с вами вполне откровенную. Моя связь с господином Горским состоит в том, чтобы из моих писем к нему вы могли составить себе обо мне и о моих обстоятельствах, хотя некоторые понятия. Во всяком случае, осуществится ли между нами та духовная гармония, от которой будет зависеть продолжение нашего знакомства? Но поверьте мне, что я всегда останусь вам благодарна за то, что вы хотя на минуту или на некоторое время удостоили меня вашей дружбы и вашего расположения. Клянусь вам, что я еще почти ни с кем не решалась быть так откровенно, как осмелилась быть с вами. Простите мне это эгоистическое увлечение, но на душе моей в течение этих каторжных двух лет, проведенных в России, накипело столько горя, скуки и отчаяния, что, свидетель Бог, я рада, я счастлива, что встретила человека, обладающего таким спокойствием духа, терпимостью, здравым смыслом и правдивостью, которых не было ни в Флеминге, ни в Горском. Мне решительно все равно в настоящую минуту, долго ли, коротко ли продолжается ваше отношение ко мне. Но, клянусь вам, несравненно выше материальной пользы ценю то, что вы не побрезгали падшую стороной моей личности, то, что вы поставили меня выше того, чем я стою в своем собственном мнении. И так, осмеливаясь почтительно просить вас переслать по прочтению господину Горскому мои письма, имея честь, пожелав вам всякого благополучия, быть, милостивейший государь, вашую покорную слугой, Марфа Браун. На этом, видимо, отношения обрываются навсегда. Ни упрека, ни протеста, ни жалоб. Это отчасти напоминает мотивы ранней повести Достоевского «Белые ночи» с ее тургеневским эпиграфом «Иль был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновение в соседстве сердца твоего». И с ее лирической концовкой «Целая минута блаженства». Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую. Такова эта связка женских писем. Они написаны стилем простым, уверенным, твердым и выразительным. Ничего сентиментального. Она слишком знает жизнь во всех ее ужасах и жестокостях, чтобы умиляться, жаловаться или хотя бы надеяться. Она пишет о годах страданий лаконично и почти протокольно. Но это не мужская манера. Это письма женщины, много испытавшей и повседневно унижаемой. Достоевский любил говорить, «Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать». В других условиях она могла бы стать писательницей. У нее огромный опыт, душевная зоркость, память, сердце, точность и меткость выражения. Ее письма едва ли не самые значительные в интимном архиве Достоевского. Он нигде не упоминал о ней, но тень от ее образа легла на его творчество. Они расстались зимой, а уже весной он обдумывает один из самых сильнейших замыслов, отчасти связанных с этой зимней встреч. В одной из конторских книг эпохи, в которой остались чистыми многие страницы, он начинает записывать летом небольшую повесть, которая разрослась вскоре в великую книгу. Это монолог пожилого пьяницы, такого как «Колежский советник Флеминг» или «Отставной штаб с капитан Горский». Это рассказ отца о его молодой дочери, которая вышла в сумерки на панель, потому что более уже некуда было идти. Так начинается преступление и наказание. Сестры Корвин Круковские В 1864 году в редакцию журнала «Эпоха» прибыли из далекой Витебской глуши две повести, переписанные женской рукой и подписанные сокращенным обозначением имени какого-то Юрия Арбелова. Первая повесть была написана в духе новейшей билетристики и как бы на мотив знаменитого стихотворения Добролюбова «Боюсь, чтоб все, чего желал так жадно, и так напрасно я живой, не улыбнулась мне отрадно над гробовой моей плитой». Светская девушка, увлеченная бедным студентом, не дает воли своему чувству и лишь после смерти героя понимает, что проиграла свое счастье. Вторая повесть разрабатывала более сложную тему и должна была остановить на себе внимание Достоевского. В ней описывался сложный душевный кризис богатого юноши-дворянина, рано пораженного идеей нравственного совершенствования и пришедшего в своих поисках правды к монастырской келье. Он поступает в ученики к строгому подвижнику-отцу Амвросию и подчиняется суровой монашеской дисциплине. Неожиданная встреча с юной княжной вызывает в нем тоску по иному миру и иной жизни. Он покидает келью, чтобы искать высший смысл существования среди людей, терпит разочарование, возвращается к старцу и умирает, подавленный глубокими разочарованиями в возможности праведного пути. При недостаточной зрелости художественного письма повесть обнаруживала в авторе незаурядную способность к душевной живописи. Внутренние кризисы героя в Успенском соборе, в Лавре, на Тверском бульваре были изображены уверенно и драматично. При некоторых перебоях повествования психологические контрасты рассказа были намечены с полным пониманием композиционных эффектов. Обе повести показались Достоевскому весьма примечательными. Указав на погрешности дебютанта, редактор эпохи в ответном письме с большой теплотой оценил дарование неизвестного автора и обязался напечатать присланный материал в ближайшей же книжке своего журнала. Вскоре произошло знакомство Достоевского с юной девушкой, скрывшейся за псевдонимом Юрия Арбенова. И нужно признать, что в ряду женщин, пленявших Достоевского, Анна Васильевна Корвин-Круковская была одной из самых выдающихся и даровитых. Сестра, знаменитой впоследствии Софьи Ковалевской, эта начинающая писательница, отличалась замечательной красотой и гордым характером. Высокая, стройная, с тонкими чертами лица, с длинными белокурыми волосами и лучистыми зелеными глазами, она чуть ли не с семилетнего возраста привыкла быть царицей на всех детских балах. Черты портрета и характеристики Корвин-Круковской воспроизводим по описаниям ее младшей сестры Софьи Васильевны Ковалевской, знаменитого математика. Ковалевская, воспоминания детства и автобиографические очерки, Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1945 год, глава 7, «Моя сестра». Примечания автора. В юности она пережила в поисках миросозерцания ряд духовных этапов, рисующих ее незаурядную натуру. Дочь генерал-лейтенанта от артиллерии и богатого помещика, она провела свои юные годы в родовом витебском имении Пали-Бинне. Скучая в глуши, она уже в 15-летнем возрасте набросилась на старые английские романы многотомной усадебной библиотеки. Образы средневековых рыцарей зачаровали ее. На беду еще, рассказывает в своих воспоминаниях Софья Ковалевская, наш деревенский дом, огромный и мастивный, с башней и готическими окнами, был построен немного во вкусе средневекового замка. Во время своего рыцарского периода сестра не могла написать ни единого письма, не озаглавив его «Шетту Пали-Бино». Верхнюю комнату в башне, долго стоявшую без употребления, так что даже ступеньки крутой, ведущие в нее лестницы, заплесневели и расшатались, она велела очистить от пыли и паутины, увесила ее старыми коврами и оружием, выкопанным где-то в хламе на чердаке, и превратила ее в свое постоянное место пребывания. Так теперь вижу я ее гибкую стройную фигуру, облаченную в плотно обтягивающие ее белое платье с двумя тяжелыми белокурыми косами, свешивающимися ниже пояса. В этом облачении сидит сестра за пяльцами, вышивает бисером по конве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно на большую дорогу, не едет ли рыцарь. Один из романов «Бульвера о прекрасной Эдит лебединой шее и ее возлюбленном Гаральде» произвел на экзальтированную девушку сильнейшее впечатление и вызвал в ней глубокий нравственный кризис. Остро поставленная в этом фантастическом романе проблема любви и смерти поразила шестнадцатилетнюю читательницу. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь, все кончается смертью. Рыцари и прекрасные дамы с их любовными турнирами потеряли сразу весь свой интерес. Новая цель — заглушить самобичеванием и самоотречением возникшие сомнения. Новая настольная книга «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Впрочем, вскоре домашний спектакль, обнаруживший удивительный сценический талант юной подвижницы, обращает ее помыслы к театральной школе и затем к сценическим триоффам. Но и это призвание недолго тешит ее. В доме помещика появляется сын местного приходского священника, только что окончивший семинарист новейшей формации. Отказавшись от духовной карьеры, он поступил на естественный факультет и, приезжая к отцу на каникулы, поражал старика заявлениями, что человек происходит от обезьяны, что нет души, а есть рефлексы, как это доказал Сеченов. Этим петербургским студентам сильно заинтересовалась недавняя рыцарская дама, христианская подвижница и знаменитая актриса. Она стала одеваться в черные платья с гладкими воротничками, волосы стала зачесывать назад, чтобы походить на мужчину, отзывалась с пренебрежением о балах, собирала у себя по утрам дворовых ребят учить их чтению, подолгу беседовала с крестьянками. Почувствовав силу новых идей, пленяющих петербургскую молодежь, она обратилась к чтению книг и журналов, волновавших ее сверстников. В помещичьем доме, где получались лишь такие полуофициозные органы, как Ревю де Дюмон, Атенеу и Русский Вестник, появляются Современник, Русское Слово и Колокол Герцена. Новые книги вроде Физиологии Жизни или Истории Цивилизации выписываются целыми ящиками. Родителям предъявляется неожиданное требование «Отпустить дочь в Петербург учиться медицине». В этом новом настроении, не получив разрешения на отъезд, Анна Круковская решает посвятить себя литературе. В Петербург в редакцию «Эпохи» тайно отсылаются рукописи из Полибина. Достоевский напечатал оба рассказа, присланных ему дочерью витебского предводителя дворянства «Сон и послушник», переименованный по предложению духовной целзуры в Михаила, и перевел ей по почте гонорар за оба произведения. Это вызвало в родовом замке Круковских целую бурю. Отец новоявленной писательницы заявил ей, от девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать. Но все же было устроено семейное чтение повести, и генерал был растроган литературным талантом своей дочери. Вскоре он разрешил ей продолжать переписку с Достоевским, а при будущей поездке семьи в Петербург и лично познакомиться с ним. «Помни только», — добавил он, обращаясь к жене, — «что на тебе будет лежать ответственность. Достоевский человек не нашего общества. Что мы знаем о нем? Только что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация. Нечего сказать». В конце февраля 1865 года Елизавета Федоровна Корвин-Круковская с дочерьми выезжает к своим столичным родственникам, а в начале марта происходит знакомство полибинских барышень с Достоевским. Первая встреча оказалась неудачной и натянутой. В присутствии чопорных родственников Достоевский почувствовал себя неловко, был явно не в духе, казался старым и больным и все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось. Но следующее посещение, когда Достоевский застал в доме только двух сестер, сразу упрочило отношение. Вскоре писатель сделался своим человеком в доме, сильно увлекся старшей сестрой и стал неожиданно предметом первой любви младшей, подростка Сони, сохранившей навсегда чувство глубокой дружбы к первому гениальному человеку, которого она встретила на своем пути. Она благоговела не только перед его гениальностью, но и перед теми страданиями, которые он вынес, сообщая о своем раннем, но глубоком чувстве Софья Ковалевская, в то время уже профессор Стокгольмского университета и лауреат многочисленных академий мира. Наедине с сестрами Достоевский оживлялся, говорил увлекательно, картинно и рельефно, рассказывал о своих заветнейших творческих замыслах. — Да, поломала таки меня жизнь порядком, — говаривал он бывало, — но зато вдруг найдет на нее добрый стих, и так она меня вдруг примется баловать, что даже дух у меня от счастья захватывает. Однажды к ужасу присутствующей при разговоре матери обоих юных собеседниц Достоевский изложил им психологическую схему будущей исповеди Ставрогина. Но на больших вечерах он чувствовал себя явно не по себе. Среди важных сановников, старых академиков, блестящих гвардейцев и немцев-родственников с дальних линий Васильевского острова Достоевский терялся, конфузился и, маскируя застенчивость, держал себя вызывающе. На один из таких вечеров он явился во Фраке, который сидел на нем дурно и вбестил его в течение всего вечера. Он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анной Васильевной и не отпускал ее от себя. Мать девушки попробовала дать понять Достоевскому, что он ведет себя не по правилам, но он ничего не хотел понимать. — Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей, — решительно заявила она тогда и увела дочь. Он забился в угол и упорно молчал, злобно на всех озираясь. Особенно сердил его дальний родственник Круковских, молодой полковник главного штаба Андрей Иванович Костич, участник и герой Крымской войны, красавец и увлекательный собеседник, общим мнением уже признанный женихом своей полибинской кузины. — Стоило Достоевскому взглянуть на эту красивую, рослую, самодовольную фигуру, — рассказывает в своих воспоминаниях Софья Ковалевская, — чтобы тотчас возненавидеть ее до стервенения. Молодой Керасир, живописно расположившись в кресле и слегка наклоняясь над моей сестрой, рассказывал ей что-то забавное. Анюта, еще сконфуженная недавним эпизодом с Достоевским, слушала Костича со своей несколько стереотипной салонной улыбкой, улыбкой кроткого ангела, как язвительно называла ее англичанка-гувернантка. Взглянул Федор Михайлович на эту группу, и в голове его сложился целый роман. Анюта ненавидит и презирает этого соводовольного нахала, а родители хотят выдать ее замуж за него и всячески сводят их. Выдумав этот роман, Достоевский тотчас в него уверовал и вознегодовал ужасно. Модную тему разговоров в эту зиму была книжка, изданная каким-то английским священником «Параллель православия с протестантизмом». В нашем русско-немецком обществе это был предмет для всех интересный, и разговор, коснувшись его, несколько оживился. «Да разве Евангелие написано для светских дам», — выпалил вдруг упорно молчавший до тех пор Достоевский. «Там вон стоит. Вначале сотворил Бог мужа и жену». Или еще. «Да оставит человек отца и мать, и да прилепится к жене». Вот как Христос-то понимал брак. «А что скажут на это все матушки, только о том и думающие, как бы выгоднее пристроить дочек?» Достоевский проговорил это с пафосом необычайным. Эффект вышел удивительный. Все благовоспитанные немцы примолкли и таращили на него глаза. Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова. Этот светский раут послужил сигналом к разрыву Анны Васильевны с недостаточно ловким поклонником. У своенравной девушки явилось желание противоречить Достоевскому, что вызвало с его стороны небывалую нервность и придирчивость. «Постоянный и очень ргучий предмет споров между ними, сообщает Софья Ковалевская, был нигилизм. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко заполнить. И чем дальше оба говорили, тем больше горячились и в пылу спора высказывали самые крайние взгляды. «Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвитая», — кричал иногда Достоевский. «Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина». Пушкин действительно устарел для нашего времени, — спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину. Достоевский вне себя от гнева брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять, как ни в чем не бывало. Впрочем, приближалась развязка. Влюбленная в Достоевского младшая сестра Соня разучила для него патетическую сонату Бетховена. Пока она исполняла для него это трудное произведение, она и не заметила, что осталась в зале одна. Приподняв портьеру, занавешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту. Они сидели рядом на маленьком диванчике. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром, тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица, но лицо Достоевского я видела ясно. Оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила. — Голубчик мой, Анна Васильна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел, да и раньше по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом. У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня. И кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилось в голову, я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Еще неиспытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу, главное — стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него. Но старшая из сестер уже отдала себе полный отчет в своем чувстве. Она уже знала, что можно высоко ценить человека за его одаренность и не желать пойти за него замуж. Женским чутьем эта восемнадцатилетняя девушка почувствовала, что жена Достоевского должна всецело посвятить себя ему, отдать ему всю жизнь, отказаться от личных переживаний. За три месяца их знакомства она уже поняла, что нервный и требовательный Достоевский захватывал ее всецело, как бы всасывал в себя, совершенно лишая ее возможности быть самой собою. На предложение Достоевского она могла ответить только отказом. Вскоре, с окончанием зимнего сезона, семейство Круковских уехало из Петербурга. А поздней осенью того же года Анна Васильевна получила известие об обручении Достоевского с одной удивительной девушкой, которую он полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Но увлечение нигилисткой из аристократов оставило свой след. Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни, — говорил впоследствии Достоевский своей второй жене Анне Григорьевне. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств. Но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым. В 1869 году Анна Васильевна уехала за границу учиться и вскоре вышла замуж за французского революционера Жаклара. Она нашла, наконец, свое призвание. В дни парижской коммуны она была членом Центрального комитета Союза женщин, выступала с трибуны и в печати, работала сестрой милосердия в госпиталях. В эпоху разгрома коммуны Жакларам удалось спастись побегом благодаря приезду в Париж Софьи Васильевны и ее мужа Ковалевского, а также генерала Корвин-Круковского, имевшего связи с самим Тьером. Прожив в Швейцарии несколько лет, Жаклары уехали в Россию. В 70-е годы возобновились дружеские встречи Анны Васильевны с Достоевским, укрепившиеся в 1879 году, когда оба семейства жили в Старой Русте. Писательница, дебютировавшая в эпохе 1864 года, заканчивала свою деятельность в Северном Вестнике 1887 года, где был напечатан ее последний рассказ. Она работала в то время над своими воспоминаниями об осаде Парижа и коммуне, которые до нас не дошли. Корвин-Жаклар скончалась в Париже в 1887 году. Через четыре года, в 1891 году, умерла в Стокгольме первая в мире женщина-профессор и член-корреспондент Академии наук Софья Ковалевская, впервые полюбившая в 14 лет писателя-каторжника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова